Здравствуйте! Зовут меня Холопов Алексей Васильевич, кандидат юридических наук. Имею вам честь, доцент, имею вам честь представить такое сообщение, можно сказать. Хотя это такая полноценная лекция, даже несколько лекций, можно сказать, даже курс. Но вот если свод на все это, вам хотелось бы представить такую тему к размышлению прежде всего. Это человек в условиях современной информационной агрессии. Ну, что хотелось бы сказать. Вы, наверное, думаете так, а почему вот юрист, собственно говоря, это, наверное, должен кандидат психологических наук прийти, может быть, доктор каких-нибудь лингвистических наук. Дело в том, что по своей практике я криминалист, то есть, в общем-то, преподаю криминалистику. То есть, это буквально технология расследования преступлений, а именно то, что вот вы смотрите кино, и триллеры американские, импортные. Самое интересное у них что? Это осмотр трупа, да, осмотр места происшествия, допросы маньяков там и так далее. Вот это и есть криминалистика. Собственно, этому мы и учим, как все это осуществлять. Ну, вы знаете, прежде всего в криминалистике есть большой такой пласт именно методологии познания, а именно если мы приходим на место происшествия, видим труп, ну, поскольку я отношусь к прокуратуре, к Следственному комитету, то это, конечно же, только убийство, все очень жестоко и достаточно, мягко говоря, реально. Соответственно, мы приходим и видим только следы. Но, вы знаете, если мы будем применять, и, собственно говоря, мы применяем математику, физику, химию, все фундаментальные науки, и мы изучаем следы, и при помощи вот такого вот метода изучения мы можем воссоздать всю картину, что, собственно говоря, здесь произошло. И впоследствии очень интересно видеть, когда мы преступнику рассказываем, ты можешь нам ничего не говорить, мы сами тебе все расскажем. И начинаем ему выкладывать, ты пришел вот сюда, здесь ты поставил, потом взял вот это, потом убил, потом оттащил и так далее. На них это большое оказывает такое воздействие, когда они четко понимают, что можно доказать их вину и без их признательных, без сдачи им и признательных показаний. Ну и просто еще по практике мне приходилось сталкиваться, и до сих пор сталкиваюсь, и моя диссертация, в частности, была посвящена. Это преступления, совершаемые сектами религиозными. А поскольку в сектах я имел крайне богатый опыт общения с сектантами, с различного толка, начиная от эговистов, пятидесятников и заканчивая сатанистами, задается таким вопросом, причем это уже давно, вот это вот воздействие. Почему люди идут? Ну, многие люди идут туда совершенно добровольно. Это да, можно человека завербовать, но они идут туда совершенно добровольно. А то, что мы сейчас вокруг наблюдаем, это действительно, эту тему действительно можно так и озвучить. Человек в условиях современной информационной грязи. Вот, наверное, вы сидите, и вот каждый о себе, естественно, думает, или так, по крайней мере, ощущает себе так, ну я-то вот полноценная личность. Я это тот человек, который формирует сам себя. Меня никто не формирует. Я тот человек, который сам себя создает, я себя сам выращиваю. Мое мнение, это мое мнение выстраданное, оно очень объективное мнение. Может быть, оно и не объективное, но оно мое. Я его сам понял, я в этом разобрался. И так далее. Хотя уместно сразу, забегая вперед, сказать следующее, что не мы себя создаем, а система нас создает по своему образу и подобию. Ну что же, задаемся таким вопросом. Что такое человек? Психология, медицина? Медицина в каком-то смысле понимает, кто такой человек. Кстати говоря, психиатрия понимает в очень хорошем смысле, кто такой человек. Все время нам по судебной психиатрии преподаватель сказал следующее. Запомните, уважаемые, будущие следователи, будущие прокуроры. Запомните, нормы нет. Каждый человек немножечко, просто есть стадия развития болезни, к примеру, скажем так же, клиническая, которую надо лечить. Понятия нормы нет в психиатрии, нет. У всех есть какие-то, знаете, как говорят медики, здоровых нет, есть недообследованные. Ну в этом смысле, вот давайте разберемся. Вот в философии до сих пор не понимают, кто такой человек. Психология не знает, кто такой человек. Психологии, если попросить, допустим, есть такая Наталья Черниговская, она в лекциях постоянно, и когда я спрашиваю, что такое сознание, говорит, я не знаю. Это очень известный исследователь, исследователь психолингвист, исследователь проблем сознания. Покойная Наталья Петровна Бехтерева тоже говорила, что такое сознание, говорит, я не знаю. Ну, собственно, я как криминалист, я могу достаточно очень четко ответить, кто такой и что такое человек. Давайте человека разберем в двух ипостасях. Ипостася первая, человек, это его тело, ипостася вторая, это то, что девушки иногда говорят, нет, он мальчик, он любит мое тело, но не мою личность. Я хочу, чтобы он любил прежде всего мою личность. И вот есть вот некое тело, которое является неким скафандром или контейнером, внутри которого мы взращиваем на протяжении всей жизни личность. Ну, кто-то останавливается, кто-то останавливается в выращивании личности слишком рано, кто-то вообще не останавливается и так далее. Итак, человек, вот представьте себе, как же мы рассмотрим тело. Давайте вот рассмотрим так, таким объективным методом познания, такими, ну, что называется, рассуждениями, чтобы практически мы могли сказать, да, это объективное средство или объективный метод рассмотрения. Смотрите, все, что мы с вами едим и пьем, вдыхаем, это так или иначе становится нашим телом. Да, кто будет против. Соответственно, любой врач, ну, скажем так, гастроэнтеролог, ну, вообще любой врач, диетолог, он может сказать, если вы не прекратите кушать вот это, вот это, вот это и вот это, через столько-то у вас будет гастрит, потом у вас будет язва, потом у вас будет, может быть, рак кишечника и так далее. И могут вам расписать всю вашу жизнь. И действительно, все ведь это сбудется. Соответственно, человек может этим процессом как-то управлять. А теперь посмотрите личность человеческую, которую мы бережем, которой мы дорожим, и от которого, собственно, происходят все столкновения в обществе. А личность человеческая несколько более, практически развивается по тем же самым законам. По каким? Все, что мы с вами потребляем в информационном плане, все, что мы с вами потребляем в информационном плане, начиная даже, ну, можно сказать, с измальства или даже еще в утробе матери, все, что вот мы с вами потребляем, так или иначе становится частью нашей личности. То есть, личность выращивается на том, что мы с вами читаем, слушаем музыку, газеты, принимаем какие-то мнения, вращаемся в какой-то информационной среде. Так или иначе, из этого произрастают наши личности. Здесь уместно как раз начертить такую, можно сказать, линию. Вот здесь вот ноль, вот человек родился. Ну, а здесь, скажем так, минус, ну и почему минус? Мы так, ну да, минус пять месяцев, допустим. Ну, понятно, девятимесячный срок, да? Хотя, в общем-то, можно набрать девять. А дальше вот человек идет, три годика, пять лет, там, пятнадцать и до двадцати пяти. Почему закончу двадцать пять лет? Потому что в социологии, в социологии поколение, одно поколение, говорят, у нас потерянное поколение, столько-то поколений прошло. В социологии поколение идет до двадцати пяти лет. Считается, двадцать пять лет это одно поколение. Ну, даже здесь вот отметим, наверное, вот здесь еще шесть-семь лет такую дату. Скажите, пожалуйста, ребенок в утробе матери что-нибудь видит? Ничего не видит. А он слышит? Слышит. Значит, нам всем, молодым мамашам, нужно очень сильно беречься, да? От разного рода музыки, правда? От разного рода такой нехорошей, да? От разного рода высказываний, от разного рода телевизионных передач. Потому что уже поглощение информации идет вот здесь. А преимущественно, кто у нас сейчас распространяет информацию? У нас есть некое целое общество делегировало распространение информации, создало целую некую систему, которая называется как? У всех на устах она постоянно. Как она называется? Средства массовой информации. От них практически никуда не скрыться, да? Вот в этом смысле, по мощности воздействия информации, вот многие говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Нет, я не согласен. Самое мощное по человеку воздействие информации, это акустическая информация, речевая, ну или вот то, что мы слышим. Смотрите, если вам что-то не нравится в зрительном плане, вы закрываете глаза, и что получается? Ну вот если, допустим, нарисовать, вот это вот субъект, естественно, это человек, а вот это объект, и объект воздействует на человека, то есть передает какую-то информацию. Момент передачи информации, момент передачи информации, это уже непосредственно управление и уже воздействие на человека. То есть, если вот здесь нарисовать систему, то есть человек как в виде системы, я надеюсь, вам рисуют такие схемы, вот как система и так далее, то система, когда в нее попадает какая-то информация, она начинает менять свое состояние, то есть происходит уже процесс управления. А теперь смотрите, вот эта информация человеку не нравится. И он ее видит визуально. Ну, допустим, убийство или по интернету что-то такое показали. Или вы в кино пришли, и там, не знаю, тихо, скоризня бензопилой. И кто-то не выдержал и закрыл глаза, когда кого-то резали бензопилой. То есть вам не нравится. То есть вы вдруг взяли и что? Обрезали этот канал. Скажите, пожалуйста, а сможете ли вы заткнуть себе уши так, чтобы вообще ничего не слышать? Особенно ночью. Смотрите, ночью вы ничего не видите, но зато вы все слышите. Причем вы все слышите еще на уровне уже подсознания. Потому что сознание выключается во сне, и вы все слышите. То есть поток информации не переключается. Допустим, соседи наверху фильм смотрят, у них домашний кинотеатр, им весело. Вы залезаете под подушку, но все равно что? Слышно. Вот у нас постоянно, постоянно человек находится в воздействии акустической информации. А вот здесь вот ребенок, в утробе матери. У ребенка вот здесь вот, ну где-то психологи говорят так, что вот этот период бессознательного развития. Где-то вот здесь. Ну где-то до трех лет. Почему без сознания? Потому что здесь у ребенка нет сознания. Нет сознания. Давайте с вами разберемся, вот что такое информация. Что такое информация. Вообще информация, вот in это как бы внутри, а форматио, если вот в переводе с латыни, это буквально можно так перевести. Это внутреннее состояние или какое-то внутреннее содержание чего-либо. Информация в частности можно, есть только очень такой интересный пример. К примеру, вот поднять бутылку, вот видите бутылку, да? Вот он объект. Собственно я убрал бутылку, вот то, что осталось в вашей голове, это и есть информация. Есть еще, то есть информация, это собственно говоря является сам объект. И нам, знаете, в философии вот уже является некой агрессией, нам что говорят? А что первично, бытие или сознание? Знаете, да, что определяет? Что первично, материя или информация? Вот как вы думаете, что первично? Материя. Так, кто еще там? Удастся мне разделить вас вот так пополам, да? Нет, нет информации, нет материи. А в сущности какая разница между тем образом, который сейчас появился у вас в голове, вот этой вот бутылкой? Какая разница? Вот ваш образ, он не полный, он не знает вес, он не знает температуру, да? Но это можно максимально восполнить. Дело в том, что с точки зрения, ну уже давно исследований, еще начиная с Макса Планка, с открытием вот квантового мира, этот вопрос основной, можно сказать, философии стал абсурдным. Дело в том, что не было, вот как управляет человек? Ну, стоит человек, а поскольку у него бинарная логика, какая, да или нет? Ну, нет, кто-то скажет, нет, подождите, у него есть сомнение. Сомнение это какой-то отрезок времени, когда человек принимает решение, да или нет. Соответственно, человеку ставят задачу, что первичное, материя или сознание, то есть материя или информация. А что, если это одно и то же? В квантовом мире нет понятия информации. Информация, энергия, материя, это все одно и то же. Просто можно сказать, материя, это как агрегатное состояние вещества. Ведь вода бывает в газообразном состоянии, бывает пар. То есть мы ее не ощущаем. Вот это информация. А потом она раз и стала чем? Водой. А вот это уже объект. А вот это уже материя. Понимаете? То есть это совершенно иной подход ко всему. Абсолютно иной подход. А нам что говорят? Выбирайте, люди. У вас есть свобода выбора. Знаете, как говорят? Вот в чем свобода, выбирайте. Как в римляне, какая известная фраза у римлян была? Разделяй и властвуй. И вот в науке, к сожалению, есть огромное количество таких разделителей. Забегая вперед, хочу сказать. Сейчас человечество столкнулось с очень мощной проблемой. Это в частности является головной болью в образовании. Ну и, пожалуй, такой, можно сказать, кризис науки человечества. И наука подошла к такому периоду, когда уже законы формализации, то есть когда вы можете описать все формульным языком, они уже не работают. Они уже не работают. И что получается? Ну, к примеру, вот как вы можете описать формульным языком некоторые свойства квантового мира? Когда электрон летит, вот, допустим, если мы возьмем, поставим, знаете, известный эффект с двумя щелями в физике. Две дырочки. И летит один электрон. Один единственный электрон. И электрон, вот это сейчас где-то здесь даже может произойти, и это и происходит. И электрон одномоментно пролетает через две дырки. То есть мы пришли, то есть формально, математически описать, представляется уже практически невозможным. И здесь необходимо описать уже гуманитарным языком. Поэтому мы будем говорить об этих проблемах, можно сказать, с гуманитарной точки зрения. Теперь смотрите. Да, что еще такое информация? Скажите, кто из вас не знает, что такое шоколад? Вот это будет очень наглядный пример воздействия информации на сознание человека. И наглядный пример, что вы не являетесь самостоятельными личностями. И я, конечно, в каком-то смысле. Ну, кто не знает, что такое шоколад? Неужели все пробовали? Прекрасно. Вот вы все знаете, что такое шоколад. Вы его все пробовали. Вы его видели на картинках. Вы его ломали, мяли, руки мазали им. Кому-то давали, от кого-то отбирали. Понимаете? То есть вы знаете его как явление. Вы знаете его как информационное явление, он у вас в голове. И знаете его как объект. Вот вы его держали в руках. А теперь давайте представим следующее. Вот представьте себе человека, который не знает, что такое шоколад. Его никогда не видел. Картинки. Никто ему никогда ничего не говорил о шоколаде. Он его даже не знает, ну, по слухам и даже на вкус никогда не пробовал. Как вы думаете, если принять все эти условия, что он не видел, не знал и так далее, может ли у него в голове мелькнуть мысль о шоколаде? Не может? Хорошо. Если у него мысль не может мелькнуть о шоколаде в голове, если он, соответственно, его не видел, может ли он захотеть его попробовать? Ах, нет. Значит, все ваши желания, они информационно обусловлены. Правда? Значит, мальчик, девочки, вы прекрасно представляете, когда вы идете, ну, вы оделись, все обтягивающе, да, и вот вы идете, и мальчики на вас смотрят, да? Вы хоть представляете, что у них в голове? Ну, знаете, есть вот сейчас вот саппорт технологии, да, система автоматизированного проектирования, да? Знаете, там 3D-модель крутится, вот у него в голове, видимо, крутится такая 3D-модель, которая там уже раздевает, знаете, там все вот, в динамике все это происходит, понимаете? А почему так? А почему, допустим, ну, я не хочу идеализировать, но действительно, ведь задолго до революции молодые люди так не думали, мужчины так не думали о девушках, ведь они оставили дневники, они не думали, что кто-то потом будет читать эти дневники, там совершенно, они открыто для себя об этом писали, они восхищались совсем другим. Значит, допустим, мужчины так думают, потому что им пришла в голову вот такая информация, им просто такую информацию дали? Вот с этой точки зрения, особенно сейчас, особенно это очень на молодежь влияет, да, вот эти права и свободы, свобода слова, либеральные ценности, но давайте вот с точки зрения вот этих размышлений, да, вот таких вот объективных гуманитарных размышлений подумаем теперь, а что такое свобода слова? А не абсурд ли это? Ну, я так потихоньку буду вам об этом говорить. Ну, и, естественно, агрессия, да, вот я вам разъяснил, что такое информация, хотя, вы знаете, в науке существует три фундаментальных теории, которые вы должны знать. Во-первых, это первое, это теория информации, это теория систем и теория управления. Есть огромное количество книг, этому было посвящено, и в проблеме информации есть огромные-огромные исследования, монографические, причем был такой математик выдающийся у нас, гений математики, можно сказать, Калмогоров, математическая теория систем, Мазур, точнее, теория информации и теория систем Калмогорова, теория информации и теория систем, писали еще Мазур, Уемов и так далее, огромное количество. В интернете, кстати, все это можно скачать. Теперь смотрите, что такое агрессия? Ну, а что, если вот эту вот информацию, ну, понятно, если мы придем в лес, если здесь будет дерево, там, елочка, да, то, понятно, эта елочка произошла, ну, так, естественным образом, да? А что, если вот какую-то информацию вот здесь нам создает другой субъект? Вот он создал. И он ее преподносит так, ну, допустим, он четко понимает, что вы, вы не можете заткнуть себе уши. Понимаете? Не можете вы себе уши заткнуть. И он преподносит эту информацию так, чтобы в любом случае даже ниха не хотят, то есть против вашей воли вы все равно ее что? Воспримите, освоите и так далее, да? Соответственно, это что происходит? Информация сейчас подается агрессивно. Посмотрите на всю рекламу. Как подается информация? Ну, мягко говоря, с точки зрения теории конкуренции, да, вот экономисты говорят, все совершенно замечательно. Но только извините, в условиях того, что капиталистический рынок уже гибнет, что предсказал Адам Смит, вот, и процитировал потом Адама Смита о том, что все-таки капитализм конечен Карл Маркс, собственно говоря, несколько все хочется пересмотреть, да? Вот что у нас происходит. Понятно, да? Несколько, что такое человек я вам рассказал, рассказал, что такое информация, и рассказал, что такое агрессия в неком таком емком виде. А теперь представьте себе, вот человек здесь уже напитывается определенной родой информацией. Причем у него нет сознания здесь. Самое страшное, вот если возьмем головной мозг человека, да, вот есть нейрон, основная, можно сказать, основной рабочий элемент головного мозга. И таких нейронов, ну, в человеке, ну, по разным подсчетам говорят, от 15 миллиардов до, там, 25, кто-то говорит, до 30 миллиардов этих нейронов. Но самое интересное, не то, что даже эти нейроны, а синапсы, так называемые, это соединительные линии между нейронами. Как вы думаете, сколько от каждого нейрона идет синапсы? Число. Число. Назовите мне вот количество синапсов от нейрона. Десять. Десять. Десять тысяч. Минимум. Каждый нейрон имеет таких отросточков. То есть получается сложнейшая невероятная система. Сложнейшая невероятная система. А теперь представьте себе, как она появляется. У человека есть различные, ну, скажем так, чувства, восприятия. Глаза и так далее, там, тактиль. Человек получил раздражение, вот ребеночек получил раздражение тут же. Почему у детей это развитие происходит многократно активнее, больше? Почему процессы обучения заканчиваются где-то вот как раз в 25 лет? Не заметили? Почему процессы обучения заканчиваются в 25 лет? Потому что организм практически заканчивает развиваться. Все. То есть рост вот мозговых, пропитающих мозга, он останавливается. И вот здесь появляются новые клетки, клетки, клетки. И смотрите, ребенок что-то увидел, что-то испугался, какая-то информация пришла, тут же начинает расти что? Вот эти вот синапсы начинают появляться. И между ними начинает бежать разряд. Вот они бегут, бегут, эти разряды. Что это означает? Это можно сказать нейробиологическая память. Ну, к примеру, вот мы в криминалистике. У нас есть такой допрос с социативными связями, когда человек не может вспомнить. Нет, я не помню. Мы его начинаем так опрашивать. Или вот как я даже приведу. Ну, наверное, кто-то, такой пример приведу. Кто-то из вас, наверное, так страдал. Утром вдруг человек просыпается после такой хорошей попойки, гулянки такой, да? И такой спрашивает, кто я? Где я? Ему начинают, ты такой-то, такой-то. Вот твой паспорт. Ты находишься там-то, там-то, да? А что я делал? Ему начинают ужасы рассказывать. Нет, я такого не мог сделать. Ему начинают показывать на мобильном телефоне заснятое видео, да? Что произошло? Вот когда вы выпили немножко, взяли его, знаете, так вот. Ну, любое количество алкоголя. Выпили вот так вот. И знаете, такой шум в голове, такой приятный, такой-то, растекает. Гул у кого-то, какой-то шум. Это шумят нейроны, умирающие. Они вот умирают от алкоголя. И посылают последний электрон, последние разряды такие. И такой белый шум называется. И так, последний шум называется. Пока хозяин, мы больше никогда не восстановимся. Все, привет. А потом на утро они выведутся с мочой. То есть вы идете и писаете мозгами на утро. Это что значит? Вот теперь смотрите. Почему? Ну, представьте, кто напился, какая трагедия. А кто говорит, ну, я же так не пью. Ну, вы же можете это делать каждый день, по чуть-чуть. Понимаете? И трагедия все равно происходит. Опять смотрите, вот эта цепочка нейронов, вот она идет. И вот соединительные линии между синусами. Смотрите, алкоголь взял и убил вот эти вот части. И человек не может вспомнить. У него нет прямого что? Контакта с событием каким-то запомнившимся. У него нет. Соответственно, но поскольку он не может вспомнить. Но потом-то, смотрите, человек через несколько дней начинает сам вспоминать. Точно это я. Я все помню. Я вспомнил. Да, почему? Потому что система настолько сложная, что есть другие нейроны. То есть, есть окольным путем он придет. И мы спрашиваем. Ну, хорошо, а начните вспоминать свой день. Как вы? Вы проснулись, пошли на работу. Ну, как вы обычно? Вот вы потеряете что-нибудь дома, да? И ходите еще. Ну, куда же я это бросил? А потом как вы начинаете вспоминать? Так. Ну, вот я зашел домой. Вот я сел. Вот я посидел столько. Потом я взглянул сюда. Потом я встал, помню, и ударился. Взяли, ударились для пущей правды. Так, да. Потом я стал хромать. Боже мой, так вот уже это лежит, что я ищу, да? То есть, вы пользуетесь этим методом. Понимаете? Пользуетесь. То есть, ребенок уже здесь начинает копить информацию. Но поскольку у него нет сознания. Давайте напишем, включу вот слово. Сознание. Сознание. Потом ребенок рождается, у него опять нет сознания. Но он уже начинает видеть, тактильно ощущать, еще больше слышать. Особенно дети начинают играть перед телевизором, где там идет Муз-ТВ, ТНТ, СТС и куча всякой рекламы, да? И он нехотя таким, является невольным, таким поглотителем огромного количества информации. Но дальше, вот помните, да, что такое личность? Вот как она начинает формироваться. А теперь как формируется наше сознание? Как формируется в этом смысл наше сознание? Что такое сознание? Почему вот здесь говорят, что здесь у ребенка нет сознания в этот период? Потому что у детей, где-то он, дети начинают себя осознавать, как самоличность такой-то. То есть, у него появляется некое там, можно сказать, самоосознание своей личности. Как бы свой индивидуализм и соотносить его с другими. Это где-то появляется у кого-то в три, у кого-то в четыре. У кого-то, может быть, такие дети с индивидуальными особенностями еще раньше. Теперь смотрите, сознание. Давайте разделим это слово на две части. Такой некий филологический анализ проведем, да? Приставка со и слово знание. Знание. То есть, что вот приставка 100, со обозначает, да? Вот есть такие слова, такие слова. Соединение. Опять же, то есть, не просто единение, а еще больше объединяющий процесс. Смотрите, то есть, оказывается, получается, сознание это объединенные знания. Смотрите, что происходит. Вот ваша голова. Кстати сказать, если забуду, напомните, я потом так нарисую мозг мужчины и мозг женщины, как работает. Я думаю, будет вам интересно. Смотрите, что происходит. Различными методами. Через глаза, через уши. Не важно совершенно. Тактильно. Абсолютно не важно. Механически. Ну, допустим, вот каковы способы передачи. Есть информация акустическая. Есть информация визуальная. Есть информация тепловая. Есть огромное количество информации. Есть способы ее получить. Есть информация тактильная или механическая. Допустим, драться. Вот девушка, например, как может выразить свои эмоции? Она может сказать, пошел ты. А может выразить это несколько механически. Взять и дать вам пощечину. Правда? Драка это свое родо передача механической информации. Я, допустим, видел передачу механической информации такой семантической, смысловой. Моряки военные. Один наклонился и стал другому по спине стучать. Морзянку. Азбука моря. Он говорит, да, 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 я понял. Понятно, да? То есть он, они все это знают, он ощущал. А теперь смотрите, вот ребенок. Через глазки, через ушки. К нему идет информация. Смотрите. Идет, идет, идет информация. А как у нас информация сохраняется в головном мозге? Как? В виде чего? Образа. Дальше. Потом опять пришла информация. Еще образ. Еще, еще. То есть этот образ, это знание. То есть в вашей голове находится образ литературы, образ математики, физики, химии. Ну, еще. И вот так вот эти образы находятся вот здесь. Но, более того, смотрите. Потом эти образы объединяются. И эти образы, которые являются знания, объединяются в некую систему, которая называется вот сознание. Теперь понимаете, в чем ужас и страх заключается? Воспитание детей, чтобы рядом с ними никто не ругался. Почему им нельзя показывать телевизор? Ну, не телевизор, но передачи совершенно различные. И еще раз вернемся к словосочетанию «свобода слова». Почему раньше, допустим, детям даже создавали особый климат, воспитание и так далее. Собственно, вы и сейчас находитесь вот в таком периоде. Вот в этом вот. Вот в таком периоде. А дальше представьте себе. Ну, а теперь вот как право первой ночи, что называется. Какая информация к ребенку придет? То есть не вы сами себя создавали, а система вас создает по своему образу и подобию. Понимаете? Система. И в этом смысле дальше, как наши знания еще существуют у нас, да? Ну, это вид сверху, можно сказать, условно это очень. А это вид сбоку. Вот у вас есть вот эта область оперативного сознания. Это все очень условно. Это где вы сейчас думаете. Вот где вы себя сейчас ощущаете. И, например, думаете, боже мой, что же нам такое тут говорят? Ужас какой. И дальше смотрите, как у вас происходит поглощение информации. Как оно должно происходить идеально? Идеально оно должно происходить вот так. Смотрите. А это все подсознание. И как эти образы сохраняются? Какие-то образы вот так у вас уже находятся. А какие-то вот так. Какие-то еще вот так. Какие-то здесь. То есть смотрите. Вот вы когда-то прочитали книгу. Вот это вы уже забыли. А вот это вы еще помните. А это вы уже напрочь все позабыли. Понятно? И что получается? А потом вдруг это все подсплыло, вы вдруг вспомнили. То есть, но это в том случае, если вы все пропускаете через сознание. То есть, когда вы ощущаете, когда вы четко понимаете, какой поток информации вам идет в сознание, и вы его обрабатываете. И дальше все это складывается сюда. Но давайте вернемся вот к этой системе. Я напишу такое слово еще о шизофрении. Вот нам в свое время преподаватель по судебной психиатрии сказал, что в общем-то все люди шизофреники. Мы с ним долго спорили-спорили, но я потом подрос и понял, что это действительно так. Ну, по крайней мере, есть шизофрения такая. Есть шизофрения уже такая клиническая, которую действительно нужно лечить. А теперь представьте, вот это все пока слишком идеальные схемы. Смотрите. Как вы думаете, природа, она изначально упорядочена или она упорядочивается по мере открытия нами законов природы? Как вы думаете? Или в природе есть, существует ли в природе отдельно математика, физика, химия? Нет? Там все это слитно, правда? Там мы поэзией выражаем, что-то, да, литературы, филологическое познание какое-то имеем, да, гуманитарные науки. Но в природе это все слитно. Там нет разделения на технические науки, на гуманитарные науки. Их абсолютно нет. А теперь смотрите, что происходит. Значит, человек специально для того, чтобы было ему удобно, он разделил природу на какие-то сектора, для того, чтобы системно ее познать. То есть понять природу как систему и сложить у себя в голове целую систему. Почему? Потому что у нас, ну, мягко говоря, вот опять же, человек, общество человеческое, да, а вокруг огромное-огромное окружающее пространство, которое представляет собой сложную систему со сложными взаимосвязями и так далее. Ну, опять же, почему самая высшая ценность общества, одна из высших ценностей общества, должна быть наука? Почему ученые должны много получать денег? Почему, допустим, интеллектуальной костью, или, допустим, вот, ну, самыми уважаемыми людьми, это должен быть не офисный плантон, а именно ученые. Знаете почему? Это очень просто, объективно. Бактерии и вирусы нас не спрашивают, размножаться им или нет, или мутировать. Вы знаете, сейчас пойдет опять эпидемия гриппа, будет мутировавший вирус гриппа, да? То есть должны быть люди, которые должны изучать все это и что? Противодействовать этому. Значит, посмотрите, это основная цель функции, то есть основная функция общества как системы. Это охранительная функция, функция безопасности, распознание угроз, а это делает наука. А наука сейчас у нас, что, что с ней делать? Соответственно, но поскольку это все огромная глобальная система, и человек ее изучает, изучает, еще будет практически бесконечно изучать, да? То, соответственно, для того, чтобы с ней взаимодействовать и противодействовать этим угрозам, человек должен вот эту систему как бы себе, изучая вот это все, уместить куда? В голову, да? То есть вот что это происходит. Смотрите, то есть математика, физика, химия, все-все-все должно, ну буквально не так, а так вот, слипно быть. То есть буквально должно в голове у человека появиться универсальное знание. Вот к чему это должно быть. Должны быть четкие взаимосвязи, линии, причинно-следственные связи. Универсальное знание. И смотрите, как интересно дальше должно происходить. Вот у вас какой-то факт идет. Как вы его должны оценивать? Со всех сторон. Со всех сторон? То есть смотрите, вот идут координаты. Со всех наук. То есть с точки зрения всего, математики, физики, химии, с точки зрения, это так называемая универсальная методология познания. Вот к сожалению, у студентов сейчас практически во всех вузах убрали, кроме философских факультетов, методологию познания. А какими методами познания вы пользуетесь в изучении? Понимаете? А какими методами познания вы пользуетесь? А что это такое? Ну я дальше несколько это все вам проиллюстрирую. И смотрите, что интересно получается. А нам опять говорят, вот смотрите, когда, к примеру, мы говорим, откуда же человек появился? Ну он же откуда-то появился. И говорят, да, человек появился, и начинают. Но это надо смотреть только с точки зрения биологии. Мы говорим, нет, давайте рассмотрим несколько с других точки зрения наук. Давайте возьмем религию. Не-не-не-не, зачем-зачем? Когда мы говорим о религии, давайте это отдельно рассмотрим, а вот это отдельно. То есть опять к чему мы приходим? Разделяй и властвуй. А теперь кто мне скажет из вас? У кого вот это вот, вот эти вот все образы, которые он напитался вот здесь, здесь и так далее, да? Так, у кого эти образы объединены в четкую такую вот систему и представляют собой единое универсальное знание. Да, это практически никто о себе, если так уж рефлексивно подумать не может сказать. Соответственно, давайте сделаем расшифровку слову шизофрения. Академическая расшифровка звучит так. Состояние расщепленного сознания. То есть когда у нас вот эти вот связи нет, у нас все отдельно. А кстати сказать в этом смысле, современный менеджмент экономический, он что говорит? Он же дает человеку готовые решения уже. Реклама уже дает, готовый ответ. Сообщение факта, новости уже дают, готовый ответ уже с мнениями. Ну допустим, включите телеканал и где-то что-то произошло. Но тут же это начинают комментировать. Актеры, те-то, 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 но только не ученые. Понимаете? То есть идет не просто передача информации, а явная манипуляция сознанием человека. То есть выходит все люди на улице. Ну можно сказать, вот мы все с вами. Кто-то в большей степени шизоид, а кто-то в меньшей степени шизоид, да? В этом смысле гениальность заключается в чем? Чтобы было вот это вот соединение как можно больше, плотнее. А когда у вас вот эта система начинает действительно работать, вы вдруг начинаете видеть скрытые, ну мягко говоря, свойства окружающей действительности. В этом и есть, видимо, секрет гениальности. Но в чем же ужас вот здесь? То, что поскольку вот до определенного периода нет активного сознания, вот этого нет. Ребенок все получает вот здесь, вот здесь. И все это уходит куда? В подсознание. И это становится бессомнительным, таким знаете, фундаментальным стереотипом. Если ребенок будет видеть, ну представьте себе, вот возьмем сейчас родиться у нормальной русской женщины, русского мужчины, родится ребеночек. Мы возьмем этого ребеночка и отдадим вот наврожденного, и отдадим китайцам на воспитание. Какой ужас, правда? И заберем его потом оттуда в 20 лет. Он будет уже, как сказать, русский славянин. Не будет? По-моему, не надо дальше, да? Ничего такого доказать. И в этом смысле одно из самых главных достояний человечества, главных вот с этой точки зрения, да? То есть представьте, как надо детей охранять от информации. Представляете? А в этом смысле, смотрите, когда очень делаем какой-нибудь интересный вывод. Какое же основное, главное, вот если общество мы начертим, ну вот так условно. Общество это такая система, где каждый элемент, это может быть отдельный человек, и такая вот, представьте, огромная-огромная система. Вот это элемент системы, вот это дуплексный канал, прием передающие связи и так далее. Все они выполняют одну единственную функцию. Ну, например, каждый элемент, он четко знает, что если он выпадает из системы, он что? Он погибает. Помните, в греческом полисе самое страшное наказание было, это когда человека изгоняли из полиса. Он погибал. Соответственно, каждый элемент четко должен понимать, что я могу выжить и развиться только внутри системы. Только внутри системы. Значит, для меня самая высшая ценность, это рядом стоящий элемент. И при случае я должен ему помогать. Почему? Потому что когда этот элемент погибнет, то его вот этот вот сектор ответственности перевалится на меня. Понимаете, нет? А у нас как? Есть такая вот взаимовыручка, помощь? То есть, получаются некие антисистемные процессы. А теперь смотрите, если мы элемент действительно, вот вы здесь все сидящие, знаете, вас как учили? Ну, в частности, и меня. Помните урок биологии? Дети, человек является вершиной пищевой цепочки. И вот здесь нет человека. То есть, он всех кушает, а его никто не кушает. Извините, это происходит только тогда, когда вы здесь сидите в искусственно созданной техносфере. Вот она, техносфера созданная. То есть, человек отгородился от окружающей среды. А когда человека выкинут за пределы вот этой вот системы, человек превращается, ну, допустим, в амазонскую сельву, в джунгли индийские. Он превращается в двуногую жратву. Его все едят. У него нет таких когтей, нет таких мышц, нет таких клыков, чтобы себя защитить. Что у него есть? У него вот что есть. Вот что надо развивать. Правда? И в этом смысле, вот как раз получается, а теперь смотрите, еще очень интересный факт. А если мы возьмем ребенка, вот опять же, новорожденного, да? Знаете, маугли кто такие, да? До сих пор появляются. До сих пор они есть. В ютубе можно ролики найти, их находят. Если звери их не съедают, а волки, допустим, их начинают воспитывать, появляется вот этот вот ребенок. Его, например, из леса уже получают. Ну, допустим, в лесу он оказался в два годика, а из леса его потом забрали где-то там в 15 лет. Представьте себе, что получается. Мы сможем его, из него потом создать человека. Самое высшее достижение, вот в отношении таких маугли, хотя я сейчас по городу наблюдаю, таких маугли ходят, значит, это держать ложку. Держать ложку, самое высшее достижение. Понимаете? Держать ложку и все. Он уже говорить не научится. Значит, человек становится человеком, только где? Внутри общества, правда? Это значит, что не только стоящий рядом человек является высшей ценностью. Это, извините, математическая теория систем. Просто в гуманитарном изложении. Но и все общество в целом является высшей ценностью. Ну, иначе возлюби ближнего своего, помните, да? Как самого себя. Оказывается, теорию систем нам давным-давно преподавали, да? И потом изложили. Это, кстати, и в Коране есть, такие указания в Библии и так далее. А у нас сейчас что происходит? По-моему, у нас вот здесь вот что-то какое-то антисистемное явление происходит. Мы так разделяемся потихоньку, да? А, соответственно, если система разделится, ее не будет, мы все вымрем. Мы просто все вымрем. Мы друг в друге не видим человека. Мы, когда встречаемся с друг с другом, сразу же ищем недостатки человека. И забываем, ну, хорошо, может быть, недостатки нужно поискать с точки зрения безопасности. Но потом-то надо искать достоинства. Но почему-то никто уже не ищет. Соответственно, какая самая главная функциональная роль общества? Это, ну, более, посмотрите, оказывается, у нас вот эти элементы, они умирают. Умирают? Они умирают, люди смертны. Значит, система должна родить что? Нового, на знамену. А теперь смотрите. Поскольку вокруг природа, сложная, еще более сложная система, идет такой обмен, энергоинформационный обмен, то вот этот элемент, поскольку природа видоизменяется, мутирует, вот этот элемент должен быть что? Новый, появившийся, должен быть что? Сложней и лучше. То есть дети у нас должны быть умнее своих родителей. Это не значит, что ребенок должен родиться и тут же там Шопенгауэра цитировать. Нет. То есть, когда он развился, все, он должен быть умнее своих родителей. Извините, я такой откровенный вопрос задам. А это так? То есть, если, допустим, мы возьмем родителей вот в вашем возрасте, и вас вот сейчас, ну я так вас, условно, я же не знаю, то здесь здешнюю ситуацию. К сожалению, у нас наблюдается явный что? Ну, регресс в этом смысле. Соответственно, смотрите, главное, что? Система должна передавать вот накопленное информационное состояние в области безопасности и так далее, новым появившимся элементам. Высшая ценность, непререкаемая, охраняемая государством, самая страшная высшая ценность, государство должно охранять ее с пушками, с автоматами, минные поля выкладывать. Никого не подпускать. Это что? Образование. Почему? Потому что вы должны вот этот элемент, вот, научить для того, чтобы он впоследствии взаимодействовал. Но хорошо было бы, если было бы вокруг только одна природа. А вокруг есть какая-то другая система, которая к нам очень неблаговолит. Понятно? Которая с нами взаимодействует. Ну, в обществе, кстати сказать, здесь вот в качестве элемента не человек. Знаете кто? Семья. Сколько должно быть детей в семье? Что-что? Насколько духа хватит, да? Что там? Что я слышал? Это, подождите, 5-3, это там кто-то играл, наверное, ставки по телефону делал. 3 к 1, нет, 5 к 1, слушай. Ну ладно, что делать? 10 к 1, давай и все. Значит, смотрите. Если встретился мальчик с девочкой и решили создать они семью, знаете, такая сказка, да? Собственно, элементом является исключительно семья. Сейчас поймем, почему. Потому что семья является как бы микро ячейкой, в этом смысле, системной. Смотрите, они рожают одного. Но поскольку они умирают, и они оставляют... Это убыток системе, правда? А система должна размножаться в этом смысле. То есть, смотрите, заместо этого элемента, вместо этого элемента, должно появиться 2 или 3 элемента. Почему? Потому что сектора ответственности, видите, уменьшается. Был вот такой, а они уменьшились. Понимаете? То есть, эффективность работы увеличивается. Теперь смотрите, 2 ребенка, второй ребеночек, они заменяют просто себя. То есть, понимаете, развития нет. Сколько должно быть? 3 минимум. А вообще-то, знаете, детская смертность, несчастные случаи, да? То есть, когда у вас... Ну что, мы должны об этом говорить? Смотрите. То есть, это значит, что у вас система балансирует на грани, ну как сказать, на грани надежности. Понимаете? Вы же хотите, чтобы ваша машина была многократно более надежна, правда? Чтобы она была, скажем так, конструкция была более-более мощно устроена и надежна. Соответственно, нужно что? Ну, понятно? Увеличивать. Ну, 5 и так далее, и так далее, и так далее. А почему? Ну, я дальше не буду вам говорить, потому что хочется еще некоторые вещи вам сказать, и так далее. Смотрите. И в этом смысле, вот здесь вот, в 3 года у ребенка заканчивает формироваться вторая сигнальная система. Это что? Помните, Павлова? Первая сигналь, вторая сигналь. Вторая сигнальная система, это ребенок как бы заканчивает формироваться, он четко, ну, у него сформируется отношение вот к раздражителю. Ну, к примеру, вот, если спрашивают человека, ты будешь это, да, человек может ответить спокойно, а кто-то с раздражением постоянно будет отвечать. Или, к примеру, на какие-то раздражители он будет, наоборот, агрессивно отвечать. Вот это уже закладывается на уровне автоматизма. Дальше уже начинает заканчивать, формироваться сознание. И вообще говорят так, психологи, по детям, да, вот детские психологи, они говорят так, что до шести лет, до шести лет, вот с ребенком можно что-то сделать. А кто-то говорит еще более, говорит, нет, до четырех, до трех лет, с трех, что-то может. То есть, как-то его головку можно повернуть в этом смысле, да. А теперь смотрите, а почему, вы никогда не думали, почему государство начинает передавать знания, вот эти вот объективные знания. Вот вам, кстати, сказать теорию информационных войн. Смотрите, если вот, вот тут вражеская система, которая хочет уничтожить вот эту систему. Основная главная функция системы с точки зрения безопасности и функционирования системы, а мы говорим о самоорганизующейся системе, да, какая? Это принцип создания новых элементов. Понимаете? Соответственно, основой этому является воспитание, система воспитания, то есть, дошкольные учреждения, школы, институты и так далее. То есть, куда должен быть удар? Идти. в образовании, смотрите-ка, в образовании. То есть, нужно разрушить просто образование. А поскольку человек, это самоорганизующаяся система, то есть, он сам, он со свободной волей, он сам организуется, то, соответственно, он весь распад дальше осуществит сам. Ну, я об этом несколько позже вам скажу. А теперь смотрите, а вы никогда не задумывались, почему государство начинает активно учить человека с шести-семи лет. Кто мне скажет? Ну, есть, конечно, ну, мягко сказать, первый вариант. Не первый вариант, а первое основание. Почему? Потому что уже в шесть-семь лет ребеночек может сам пойти пописать, покакать, прибрать за собой, одеться. Понятно, да? То есть, он более-менее уже как-то автономен. И почему еще шести-семи лет? Ну, смотрите, в десять лет-то было бы еще лучше, правда? Он еще более автономен. А шести-семи лет, а все, что здесь ребенку не говорят, вот здесь вот, он во все верит? Вы как таблицу умножения? Зубрили или поняли систему, которую туда вложил Пифагор? Я признаюсь, я ее понял в классе девятом, что это числовые ряды, и что это можно там вот даже не запоминать, а можно просто это все. Понятно, да? Что это целые числовые ряды. зубрили, все на слово воспринимали. А теперь смотрите, как интересно происходит. Что такое принцип самоорганизации? Что такое принцип самоорганизации? Вот знаете, что мешает науке, развитию науки? Доска. Потому что надо время тратить, чтобы стирать. Вот. Смотрите, вот человек, поскольку он как система, вот вспоминаем мозг, да, как система, он самоорганизуется, то есть вот эти знания и так далее, и так далее. Смотрите, что происходит. А вот, допустим, ну возьмем расплавленный металл. Вот тигр и в нем расплавленный металл. А теперь смотрите, как можно определить судьбу металла? Вот как вашу судьбу можно определить? Очень просто. Смотрите, вот здесь вот металл расплавленный, он должен стать, он должен стать, ну не знаю, какой-то заготовкой, ну не знаю, там авиационным двигателем или там подшипником, не важно, тормозными колодками. Вот смотрите, можно взять, повоздействовать вот сюда, например, взять и очень быстро его охладить. То есть мы не воздействуем на готовую деталь, мы вот здесь воздействуем. Видите, вот на этот этап. Понимаете? Воздействовать, взять его, очень быстро охладить или наоборот, что называется, кстелевары, не доварить его, понимаете, да? Или поменьше что-то в него всыпать, марганца допустим, углерода, ну поменьше чего-нибудь. Соответственно, мы что уже здесь определяем? Вот здесь вот. Мы вот этим моментом воздействия определяем что? Конструктивные особенности, функциональные особенности, детали конечной в целом. А теперь смотрите, если поменять кое-что в образовании, а тут принцип самоорганизации, то есть если эта деталь, ну представьте, вот эта деталь дальше будет выполнять какую-то функцию. Причем, вот будет раздражение и деталь будет сама принимать решение, что ей делать. Ну, подшипник так не делает, а вот человек делает. А теперь смотрите, человеку вводится определенного рода информация о том, что самая невероятная ценность в государстве это потребление. Например, что вы себя будете чувствовать человеком только когда? Когда у вас будет квартира, Лексус, там, и не одна квартира, когда вы свободно можете возить свое бренное тело и свое сало жарить там на каком-нибудь курорте и по возможности не один раз за лето. Правда? Это же великая ценность, да? И когда самой выдающейся умной книжкой на вашем столе будет, например, Пелевин или, например, ну, самый умный это Паола Куэльо, да? Паола Куэльо, ну, здорово, хоть что-то, конечно. И когда люди будут, знаете, природу познавать через канал National Geographic, это здорово, да? То, смотрите, происходит следующее, что судьба человека в каком-то смысле функциональная, сознательная среда, физическая, она определяется уже на стадии вот здесь и дальше человек идет в определенном что? Туннеле таком. То есть ему определили его судьбу, так же, как и здесь. То есть, складывайте опять же шоколад и так далее. Кто формирует ваше уже желание? Их вот здесь уже сформировали. Понимаете? Вот здесь. И в этом смысле у нас огромная концепция потребления существует, да? Вот такая западная концепция потребления. И в этом даже, слово потреблять это уже не глагол, а существительное. Вот. Поэтому человек вот постоянно потребляет, и в этом современный экономический менеджмент, современная теория экономики, особенно западная, она говорит, для того, чтобы что-то продать, нужно не сразу делать продукт, а сначала сделать что? Группу потребления. Нужно сделать группу потребления. Знаете, откуда появился панк-рок. Ну, самая такая невероятная группа, законодатель, такой основатель панк-рока, Sex Pistols. Кто знает эту группу? Ну, знают люди, да? Откуда она появилась? Почитайте историю. Был человек, который сделал линию одежды, она что-то плохо продавалась, ему порекомендовали. Так надо вообще-то взять и группу какую-то. Он нашел самую плохую группу, гаражную, которую лажали и так далее. Ну, как это говорится на сленге, да? Проплатил, значит, сделал их протестные эти заявления и так далее. Там они критиковали королеву, ругали королеву. И они появились вот в этих полурваных вот этой одежде. И она стала, эта одежда, популярна. Посмотрите, как лихо. То есть сначала сформировали что? Сначала сформировали базу потребления. Так же сделал Стив Джобс. Гениальный конструктор Стив Джобс. А что он придумал? Он просто, можно сказать, минагер такой, да? Он собрал конструкторов, он собрал футурологов, психологов и так далее. И сказал, а что людям надо? Вот вы мне скажите, не надо. И они выдали человеку, вот простому пользователю, ему не хочется думать, какой там процессор, какая там память, какая там операционная система. Ну, просто нужно тыкнуть, появился красивый результат. Это должно блестеть. Это должно, понимаете, да? Это должно быть стильно. И все это разработали, понимаете? И дальше перед тем, как это продать, помните, нет? Появились ворованные фотографии шпионские, да? Промышленного шпионажа людей, так вот затравочку уже делают, понимаете? Вот этим процессом управляют. Но вот здесь-то посмотрите. А вот смотрите, как интересно. Люди, которые родились в СССР и активный период обучения, который был в СССР, они что-то как-то в большей своей массе, конечно, есть исключения отрицательные, они что-то им как-то все равно на эти айпады, как-то, они не тем интересуются, что-то более фундаментальное их интересует. Правда? В этом смысле. И что же у нас происходит? Понятно? Что? А теперь вы смотрите, вы сами определяете вот здесь вот все. Вы, то есть в вас заложена, вот заложена была ошибка, ну не в вас, я так говорю, вот в человека, допустим, заложена ошибка, и дальше в рамках своей самостоятельности человек эту ошибку начинает, что? Плодить и так далее, и так далее. Работает в рамках этой ошибки и так далее. Дальше. В этом смысле, чтобы вам наглядно продемонстрировать вот конкретно, вот информация, она идет, идет, идет в мозг, и что происходит, да? На себе нельзя показывать, вот она идет в мозг, и вот что там происходит. Смотрите, нарисую мужской мозг. Правильно произнес, мозг. Ну это, конечно, условно. Вот глаз. Для мужчины главное глаза. Девушки, как мужчина любит? Это было задумано в лекции, что вот так упало что-нибудь. Ушами, глазами он любит. Поэтому девушки красятся, но сейчас объясню почему. Смотрите, как интересно. Это очень устало. Вот это вот в головном мозге мужчины и женщины есть такая вот лимбическая часть головного мозга, это такие глубинные, их называют древние части головного мозга. Вы просто как бы забыли биологию в этом смысле, да? Вот. Знаете, за что отвечает эти области, вот эта область? И у мужчин, и у женщин. Но разница вот в чем? Вот эта область отвечает за инстинкт самосохранения, за агрессию, за насыщение, то есть вот покушали, насытились, и за половое возбуждение. Вот это все одна и та же область отвечает. То есть смотрите, самое интересное, а что эта область раздражает? Сюда идет много достаточно нейронных цепочек, много. Идет одна из самых главных. Смотрите, у мужчин от зрительный нерв, от глаза идет, глазное яблоко, зрительный нерв, дальше он цепочкой нейронов передает сюда информацию. Ну а дальше это все идет в зрительную долю. Смотрите, оказывается, мужчина получает сюда информацию от глаза. То есть, почему мужчина любит вот вся порнография, вся эротика, все эти журналы, они для мужчин, он уже смотрит, и у него необратимые процессы за ширинкой происходят. Правда? То есть он этим управлять не может. Или иначе, девушки, вы вот с молодым человеком ходите, вы же обращаете внимание, что он может как-то на других посматривать, так, да? Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит, да? А почему, собственно, так природа устроила, да? Почему? Потому что в этом смысле мужчина, он действительно, он охотник, он добытчик, он защитник и так далее. Для него основная опасность это какая? Ну для него вот как раз эта основная опасность заключается в том, чтобы, точнее не опасность, а функция какая? Это прокормить семью и так далее, и так далее, да? Девушки, они это знают, поэтому распущены волосы, губы накрашены, все, а девушки говорят, что это мы для себя делаем, ничего подобного. На уровне подсознания не знают, что у нас все вот так вот функционирует. А теперь смотрите, есть у человека еще одна область очень интересная, ну допустим, условно ее начертим вот здесь. Это область, которая отвечает за вкусовые ощущения. И вот на томографе, когда исследовали мозг, допустим, да, есть также область, которая отвечает, точно такой же принцип, за музыкальное восприятие. Ну допустим, исследовали повара. Оказывается, у простого человека эта область, отвечающая за вкусовое восприятие, маленькая, а у повара почему-то она более развитая, побольше, в несколько, ну в несколько раз больше. Почему? Потому что он постоянно пробует и развивает что? Танковкусие развивает. Соответственно, она у него растет. А теперь у музыканта, соответственно, область, которая отвечает за музыкальное восприятие. Теперь смотрите, мужчина постоянно находится под раздражением. Вы посмотрите, вот сейчас вот выйти, реклама полуполуобнаженные, по телевизору полуобнаженные, везде женщины ходят полуполуобнаженные. Понимаете, вот девушки, я хотел бы вам сказать вот что. С точки зрения вот мужчины, вот знаете, вот какая психика мужчины? Вот он охотник. Вот как смотрят девушки на мир? Вот смотрите. Это психология зрительного восприятия, можете почитать книги. Девушки, они смотрят на мир, у них периферийное зрение замечательно развито. Они смотрят на мир вот так. То есть, допустим, вот вы в метро едете, и есть, стоит рядом девушка, красивая какая-то, да? И вы так, вы так должны, так, заглядывать на нее, да? А девушкам им не надо поворачивать голову, они приспокойно могут разглядывать это. Так ведь, да? Девушки, так? Представляете, кто с девушками сидит за партой, как они на вас там, вот, смотрят. И почему так повелось? Почему так повелось? Ну почему? Потому что, вот кстати, женская психика в этом смысле позволяет женщине использовать, ну допустим, делать несколько вещей одновременно, да? Почему? Потому что женщине нужно там, допустим, стирать, за ребенком следить и так далее. Вот периферийное зрение ей природа дала. А мужчин в этом смысле нет. Мужчина вот если смотрит на что-то, вот здесь уже очень все размыто, мы не видим деталей. Но мужчина очень тонко реагирует во зрение, очень тонко реагирует на движение, понимаете? На движение. Поэтому, когда муж, допустим, приходит, или мужчина подходит к полке, да, и говорит, где мои носки, где мои носки? Она говорит, ну я же там положил на полке. Я не вижу. Женщина подходит. Да вот они. Почему мужчины не видят деталей? Потому что они не шевелятся. В этом случае. И природа чем нагревает? Мужчина, мужчина. Вот смотрите, дальтонизм, он только у мужчины может быть. У мужчин, да? А у женщин не может. Почему? Потому что для женщины дальтонизм, неспособность к развлечению цвета, это очень, ну это практически, ну не знаю, из-за этого может буквально погибнуть семья. Смотрите, подходит ребенок, женщина, вот у меня жена там, ребенок. Ой, у нее сыпь, посмотри, у нее сыпь. Я там смотрю, ничего не вижу. Какая сыпь? Нет, у нее сыпь. И она идет к доктору, там что-то находит. И чем-то лечит, как всегда, ребенка. Вот. А представьте, вот как природа защитила женщину. Смотрите, защитила женщину. От, вот, дальтонизма. Мужчине, он вот будет черно-белым. Видите, все. Главное, шевелится что-то в кустах. Это что-то вкусное. Это можно съесть, это можно убить и так далее, да? Вот. И в этом смысле, действительно, с точки зрения психологии, лучший водитель, это действительно мужчина. Потому что это вот это, постоянное движение, слежение за движением. А женщина едет, она вот так вот все смотрит. Вот. И, соответственно, смотрите, помните, да, вот эту пирамиду, да? Вот когда человека мы выбрасываем за пределы. Вот я сейчас поясню еще, для чего. Вот в чем вот это вот суть, смысл. А теперь смотрите. И мужчина, конечно же, он обращает на женщину внимание, да, вот эту. Знаете, как раньше в средние века выбирали себе жену? По лицам, думаете, да, эти там рыцари? Вовсе нет. Многие были, болели оспой. Косметики такой не было. Зубы, как правило, были гнилые. Когда показывают голливудские фильмы, знаете, там, типа Софи Марсо стоит. Такая там, знаете, вот храброе сердце, зубы такие белые. Ну, все это, конечно, они себя белили буквально. А выбирали женщин так, по тазобедренному суставу смотрели. В основном матери выбирали. Они говорили, да перестань, вот это тебе двух родит, на третьем умрет. С таким, ну, они говорили, грубей, но я так, с таким тазом она тебе не больше трех принесет. А, как бы, ну, что называется, богатство рода, оно было вот в чадородии. Тогда же педиатрии не было, была высокая детская смертность. Было очень много детей в этом смысле, да? И мужчина, теперь вы понимаете, почему, девушки, как вы думаете, на что мальчики смотрят, прежде чем с вами познакомиться? На какую часть тела? Только не льстите себе, девушки. Именно на опорно-двигательный аппарат или на хвостовое оперение вашего фюзеляжа, да? Вот. Ну, есть еще психологи выделяют, почему это? Потому что, смотрите, я вот прочитал в одной, ну, не знаю, как к этому относиться, но тем не менее. Почему мужчины именно смотрят на это? Почему это вот закрепило средние века? Потому что вот идет доисторический человек, перед ним идет доисторическая женщина. Я вот что купил, за то и продаю. И он шел и смотрел вот на опорно-двигательный аппарат. И он оценивал, если он сильный, значит, он не сможет ее догнать и рот не продолжится. И она его может пнуть там и так далее. А если он слабый, значит, ну, вот смотрел. Соответственно, вот на что смотрят. Поэтому, девушки, для мужчины, вот помните, вот шевелится что-то в кустах, мужчина сразу четко начинает осознавать. Это автоматически. Он же размер понимает, что это, что это, кабан, лось, неважно. Понимаете? Он охотник. Мужчина очень замечательная. Почему вот в науке торжествуют мужчины? Потому что у мужчины в этом смысле, поскольку он охотник, он, естественно, идет, он видит следы, он крадется, он уже представляет, на каком расстоянии находятся жертвы и так далее. Понимаете? А наука во многом, она прогностическая. Понимаете? Это прогноз, это анализ. У женщины, кстати, головной мозг у женщины сложнее, чем у мужчины. Но почему-то вот такой парадокс, что торжествует, конечно, в науке мужчины. А теперь смотрите, неважно с точки зрения половой психологии, сексуальной психологии, с точки зрения психологии мужчины, неважно в брюках вы или без брюк. Вы понимаете? Неважно это. Мужчина у него такое же половое возбуждение, вот он получает, как видит ее в брюках или не в брюках. Кто-то скажет, нет, ну когда я в компьютере вижу без брюк, да, у меня там сильнее, все. Я поясню почему. Смотрите, почему вот эта область развилась? Потому что область, отвечающая за вкусы восприятия у повара. Потому что повар ее постоянно тренировал, да? Вот он постоянно ощущал вот этот вкус и развивал ее. А теперь смотрите, мужчина уже со школы, мальчик. Он сейчас, конечно, не ассоциирует это, да? А потом он начинает уже ассоциировать, да? И постоянно у него перед глазами идет этот раздражитель в виде обтянутых ног, в виде силуэтов, голых животов, торчащих сосков, распущенных волос, да? И так далее. А теперь смотрите, вот это вот реагирует. Эта же область реагирует. Он же, мы же не можем вот так вот поставить, да? Заслон не можем поставить, очки не можем одеть. Она реагирует, потому что сигнал сюда идет. Это реагирует автономно. Без нашей воли. А теперь смотрите, поскольку это реагирует, эта область начинает раздражаться. Во всех культурах, вы посмотрите, во всех культурах, на всей земле одно из учений, таких непререкаемых, тубуированных, это целомудрие. Вот. И она начинает развиваться, она начинает расти. А знаете, вот девушки, ну и мальчики не дадут соврать, да? Когда у мальчика в половом смысле что-то не получается, у него агрессия сразу такая, понимаете? Видите, как это все четко взаимосвязано, да? Почему вот эта область отвечает? И за половое возбуждение, и за агрессию, и за инстинкт самосохранения. В этом смысле, вот любовь, сейчас любовь раскрутили. И, кстати, сказать, с точки зрения экономического менеджмента, современного, надо побольше снимать вот этих любовных фильмов, потому что это стимулирует спрос, не больше, не меньше. В эти фильмы аккуратно вкрапляются линии одежды, машины, как кухни обставить. И все вот с ума сходят, вот хочу такую же вот там, рюшечку на, куда-то сниму, в машину и так далее, да? А посмотрите, что такое любовь. Любовь это достаточно примитивное чувство, которое, извините, слишком уж украсили стразами Сваровски. Смотрите, мать должна любить свою ребенка, потому что, если она не будет его любить, ребенок вырастет ненормальным или просто погибнет. Мужчина должен любить женщину, потому что если, потому что нужно что, продолжать род? Потому что, если не будет рода, вымерет все общество. Просто любовь это продолжение инстинкта самосохранения. Не делайте из еды культа. А вам что сделали? Помните, как Остап Ибрагимович Бендер говорил, не делайте из еды культа. А есть чувство высшей любви, это чувство сострадания. Вы в курсе, что по телевидению пропали слова с телевидения? Совесть, сострадание, справедливость. Нет, справедливость есть там, пожалуй, ну в таком, в другом ракурсе. Понимаете, вырвано просто из контекста. Теперь смотрите, и вот эта область раздражается. Уже в 20, даже вот здесь, и здесь, и здесь, эта область достаточно развита. Теперь смотрите, поскольку она развита, поскольку она развита, вот смотрите, другой пример приведу. А если мы возьмем вот этого повара, суперпрофессионала, повара возьмем, и приведем его в вашу столовую, здесь есть столовая? Он на удовольствие получит? Нет. Нет, не получит, потому что у него планка вот эта уже многократно завышена. То же самое музыкант, он не терпит фальши, он уже видит весь, ну вот, вот даже ощущает в любой музыке, да? А теперь смотрите, настала пора молодому человеку, развитому по всем современным канонам, современной цивилизации, создавать семью. Соответственно, он до семьи, он уже попробовал, как в мясном ряду, других девушек, пожил с ними, она тоже попробовала. Знаете, как в мясном ряду, друг друга пробуют, да? А вдруг мне с ней не получится? Ну надо же мне как-то вот свои признаки половые развить, чтобы они не были вторичными, да? Значит, смотрите, что происходит. И они, допустим, решили семью создать. Все. И вдруг, о ужас, когда нужно зачинать ребенка, или в половых отношениях в семье, мальчик начинает, или мужчина начинает смотреть на девушку. Ну, знаете, вот эффект такой, если взять иголку и колоть вам в руку, колоть, 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 в конце концов вы здесь боли перестанете чувствовать. То есть барок полевой будет многократно понижен. Теперь смотрите, а поскольку эта область уже развита, то есть у него планка возбуждения уже понижена, то есть, о ужас, он уже не может получить нормальное половое возбуждение от вида обычного обнаженного женского тела. Отсюда рост числа извращений, педофилии, вот эти, гомосексуализма, лесбиянство, то есть извращения. То есть еще больше нужно извращения для того, чтобы что? Для того, чтобы получить возбуждение. Или насилие в семье. Ну, допустим, журнал «Космополитон» откройте. Что там вам внедряется в гламурном таком виде? Что внедряется? На каждом журнале есть тема секса. Удовлетвори себя сама. Реклама игрушек там всяких. Ну, понимаете, это же дикие извращения, это же нельзя. Между прочим, Зигмунд Фрейд, Зигмунд Фрейд, он говорил так, что современная культура состоит из табу. Она жизнится на табу. Понимаете, нет? И он сказал, если хотите уничтожить что-то, уничтожьте это табу, табуированность уберите. И ее убирают. Понимаете? И ее убирают. То есть девушка сейчас может появиться в чем угодно, абсолютно. Если раньше вот это, то, что она одевала на выпускной, считалось ночнушкой, то сейчас это уже не ночнушка. Понимаете? Соответственно, теперь смотрите, а если еще у человека есть органическое повреждение головного мозга, или какой-то был очень сильный эмоциональный стресс, очень сильный эмоциональный стресс, то это все может, знаете, во что вылиться? Мы можем получить маньяка. Понятно? Вы понимаете, что сейчас вот вокруг происходит? И вопрос вот в чем. Тот, кто управляет этим обществом, они вот эту всю схему, они понимают, что нужно это многократно сейчас взять и табу. Никаких реклам, допустим, даже с пошлооткрытым ртом. Ну, допустим, когда женщина, извините, это эротический элемент, когда женщина смотрит на духи, у нее такой рот, вот этот вот. Потому что, извините, вот этот вот гримаса, это же гримаса неудовольствия. Мужской мозг его воспринимает как гримаса удовольствия и сразу ассоциирует ее с чем? С половым удовольствием и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все вот сейчас объединено в целую, огромную, глобальную систему. Где вращаетесь? И кто-то на этом что стрижет? Деньги, естественно. Об этом, кстати, очень замечательно писал Эрих Фром. Всегда путаю иметь, чтобы быть или быть, что иметь. Почитайте, чтобы мозги прочистить, почитайте. Он в 50-х годах это все описал. Что, вот все современное общество он написал. Что там будет? Что мы сейчас имеем? Женский мозг. Женский мозг. То же самое. Но! Вот сюда идет не от зрительной нервной информации придется, а придется от слухового. Женщины, говорят, любят ушами. Мальчики это знают. Пойду девушку болтаю, попою ей песни, металлику ей подберу на гитарке. Правда, да? И, соответственно, стихи, сиренады с девушкой. Девушки обычно любят, когда их мальчик такой весельчак, а она хохотушка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все это ха-ха. В быту этого нет ха-ха. Быть это скучно достаточно. И, понимаете, не то чтобы уныло. Это интересно. Но к этому надо как бы прийти, вырасти. И вот это ха-ха-ха. И девушки, как правило, больше общаются с парнями, которые такие шутнички и так далее. Почему? А потому что, когда она смеется, когда она что-то такое слышит, радостное, она испытывает половые чувства в этом смысле. Так или иначе? Да, именно в этом и есть. Более того, девушки, когда... Вот почему девушки преимущественно любят мужское пение? Более того, вы видели, когда была группа Битлз? Вот кинохроника есть, да? И группа Битлз начинает петь, и вот поклонницы начинают там... Там же мальчиков нет. Там же девочки, да? И вдруг, значит, поклонница вот там показывает... Вот она так приседает, девочки приседают, и у них начинает вот... Моча, недержание. Оттуда и пошло выражение. Поклонница кипятком. А недержание это, когда уже девушка испытывает оргазм. Понимаете? Понимаете? Что это происходит? Вы хоть понимаете, что вот, например, будущий папа и мама, как надо уберечь своих дочек? Вот было большое количество своего времени, и до сих пор происходит самоубийство. Девочки, как правило, из нормальных семей, там родители не пьющие, вроде бы детьми занимаются. Прыгали с крыш, прям вот с Владивостока до Берлина. И в Берлине, кстати, это было. Я просто вот в качестве консультанта участвовал в расследовании этих преступлений, потому что там думали, что секта. Оказалось, я вам попросил, пришлите мне протоколы осмотра их комнаты. Оказалось, практически все одинаково. Музыкальные вкусы Агата Крести, Нирвана, понятно, да? Вот это вот все. Практически одинаково. И так далее. И плюс еще увлечение определенными фильмами, определенные книги. Все исключительно одинаково. Такая суицидальная верь. Огромная. А теперь смотрите, а зачем так? Я причем сознательно говорю. Зачем так сделал Творец? Зачем так сделал Творец? Смотрите, женщине, поскольку если вы попадаете в амазонскую сельву и превращаетесь в двуногую жратву, у вас нет таких мышц, у вас нет таких когтей и зубов, чтобы себя защитить. Но у вас есть что? И человек всегда в этом смысле отличался, да? Сознанием, именно развивал мозг. Самая сложная система в мире, по сути дела, это, по крайней мере, на планете Земля, это мозг, да, человечество. Соответственно, потомство, женщина, какое желает, чтобы было? Не сильное, а умное. А ум свой самец может продемонстрировать только чем? Речью. А если девушки на сегодняшний момент обращают, прежде всего, не на умных, а на у кого там Порш Каен, у кого там портфель из козлиной кожи, у кого там брючки, у кого там это, ну извините, значит, вот, вот где-то вот здесь, вот здесь, по принципу шоколада, это вот все внедрили и все. Соответственно, соответственно, да? А разве Порш Каен и деньги не говорят, что у человека есть мозги, которые вели его? Ну это не говорит, что будет потомство хорошее. Ага, что значит тут? Так в обществе-то как раз это и главное. Я вам приведу огромное, колоссальное количество примеров, когда в семьях, ну что называется, если так вот, по-современному, бедных, где есть, ну где даже нет машинки, где такая квартирка, вырастают очень прекрасные, способные дети, которых раньше, кстати, в СССР выискивали, и Академия Наук СССР создала целую сеть школ по всей стране в СССР, и брали детей из деревень и так далее, вот способности, и растили математических гениев. Кстати, один из таких гениев, у нас такая школа здесь есть, это был Перельман. Знаете, да? Что он доказал? Подождите, вы его помните, что он от миллиона долларов отказался, так ведь, да? Если бы об этом никто ничего не говорил, вы бы его и не запомнили. Он доказал, что какую теорему? Теорему Пуанкаре. Понимаете? Есть еще одна теорема Фирма, есть таких теорем, их сотня, за которую 10 тысяч долларов дают, и все его запомнили. А что он доказал? Вот давайте я вам приведу пример. Вот, кстати, методология опознания в этом будет заключаться. Смотрите. О чем говорит теорема Пуанкаре? Вот если он доказал ни больше, ни меньше форму Вселенной. Смотрите, если вот здесь вот планета Земля, и вот с нее взлетает ракета, и она летит-летит-летит, а за ней веревка, ну это гипотетически, и вот ракета бесконечное количество лет летает-летает-летает, везде вот так вот так вот летает, и за ней вот эта веревка тянется-тянется, и дальше, это сформировал в свое время математик Пуанкаре, сформулировал. И дальше возвращается на Землю. Дальше. Потом вы берете вот эти два конца И начните тянуть И бесконечное количество лет тянете И стягиваете эту веревку И, соответственно, если вы стягиваете, к вам приходит вот такой конец Можете ли вы По этому всему сказать Какой форма Вселенная Может она вот такая А если Вселенная бублик Вот здесь нет ничего, а Земля здесь Соответственно, если ракета вот так летала Это застрянет Так ли? Соответственно, математическими методами Он решил эту задачу, никто не мог. Вы понимаете, что это такое воспитание, что это самое главное, понимаете, нет? Вот что такое образование? Вы понимаете, в Америке для теоремы Пуанкаре создали несколько институтов, где работали там, у людей было все, они могли, математиков там обеспечивали всем, в том числе высокими заплатами, но они-то не решили. Оказывается, качество работы не зависит от оплаты, поймите. Просто кто-то считает, если мне будут платить кучу денег, я-то тогда вообще... Да нет, это не так. Вот, и в чем же заключается вот парадокс вот этого Перельмана, да? Вот смотрите, вот голова Перельмана, вот теорема Пуанкаре. Вот это как бы сумма фактов, сумма фактов, вот такая сумма фактов. Сложное сочетание различных данных, объединенных в систему. Смотрите, если бы у него в голове была система знаний более простая, нежели чем вот эта вот система знаний, он бы смог ее решить? Нет? Не смог бы, правда? А если бы его система знаний была равна вот этой системе знаний, он бы смог ее решить? Нет, не смог. Он ее решил, ответ нашел. Нет, если бы у него была такая система фактов, вот такая же, как и вот эта теремия, он, по крайней мере, мог бы ее выдвинуть. Пуанкаре сам даже не смог ее решить, понимаете? Соответственно, в голове Перельмана находится система знаний многократно сложнее, чем сама теорема Пуанкаре. Соответственно, он может выдвинуть еще большие сложности системы, то есть открыть новый горизонт. А что это за решение? Зачем оно нужно? Видели процессор когда-нибудь, да? Ну, вскрывали компьютер? Ну, это же не камень все считать. Внутри вот этого камня есть математический алгоритм, математическое моделирование. Это новое слово в математическом моделировании. Россия до сих пор является лидером математического моделирования. До сих пор. Отчего? Потому что государство занималось образованием. И в этом смысле вы мало учитесь, вы мало книг читаете, вас мало пинают, наши дети мало в школе учатся, надо больше учиться, еще больше, еще и еще больше. И в этом смысле я хотел бы сказать вот что. Что касается Перельмана. И вот если задаться такой целью, то самая основная задача государства, это вот выращивание вот этих вот людей, которые бы открывали новые-новые горизонты. А нам что сделали? А нам взяли все это и закрыли. И многократно все это еще упростили. Значит мы в будущем не сможем решать сверхсложные системные задачи. То есть помните, да, что в голове у человека должна формироваться система в виде природы. Она должна быть универсальной, эта система, потому что в природе везде все универсально. Иначе это называется метод познания системная методология. Методология. То есть вот еще раз человек, вокруг у него система. Кстати, таких систем. Система, общество. Общество это система? Мы должны его познавать? Должны. Другие государства это система? Должны познавать, должны. Планета, природа, вселенная. Вот это все должно запихать вот так вот в голову. Причем, что такое системная методология? Потому что человек видит взаимосвязи в обществе, взаимоотношения общества с природой. Видит взаимосвязи здесь. Он может описать, создать у себя в голове как бы математическую или какую-то иную модель вот этой вот окружающей действительности. Понимаете, модель такую математическую, целую систему. И дальше, вот что такое системная методология. Может воссоздать ее. Понимаете? То есть создать упрощенный какой-то прототип. Понятно? А нас как учат? А нас в этом смысле? Ну вот не учат. В этом смысле есть такая проблема. Да, кстати, вот. Вы понимаете, до какого он дошел, вот состояния сознания у него? Что многие, вот те многие, которые говорят, что он дурак, от миллион долларов отказался. Вы понимаете, что он находится в таком сознании, что для него вот все то, чему вы радуетесь, чему утешаетесь, вот кто-то в суши-баре утешается. Понимаете? Нет? Я скажу, что такое утешение. Для него это такой абсурд и бред, потому что он, знаете, вот что он понял и что он... Есть такая, как бы, интересная, как бы, такая притча, такая современная, да? Интересная. Стоит холодильник и постоянно продукты пропадают из холодильника. И человек раз, решил подкараулить. Ну как, он, пацан, дырок нет, он понял, что это крыса ворует. И он подкараулил крысу, поймал ее и говорит, ну как же ты проникаешь? Ответь мне, я тогда тебя не прикончу. Она ему говорит, эх, человек, вот ты живешь в трехмерном мире, а я в пяти. Вы понимаете, нет? Вы понимаете, в каком он живет состоянии? А теперь проблема утешения. Понимаете, почему теперь создатель создал, что женщины любят ушами? А если девушки не дали вот этого знания, как... Вот понимаете, в СССР женщины, если это был кандидат наук, пусть он был некрасивый, но она пойдет за ним, не знаю, там, в тайгу, куда угодно. Работать будет на крайнем севере. Сейчас абсолютно все по-другому. Если вы думаете, что великое достоинство иметь какой-то дорогой джип, а девушка будет ехать в этом дорогом джипе, это все, уничтожение вот этого, его не будет. Между прочим, в Китае сейчас культ знаний, в Америке культ знаний, но не везде, но вот так, в прелегированных таких вот школах и так далее. Они это развеют? У китайцев вообще сейчас самое... Такое увлечение самое-самое, это чтение русской классики. Потому что русская классика, русская литература, это что-то невероятное, понимаете, это самое невероятное такое явление в истории человечества. Потому что так сложно и в такой период описать такие вещи, аналогов нет в мире. Ну там, кто сравнится? Ну Диккенс, наверное, сравнится. Ну Шекспир в каком-то смысле. Ну это, конечно, другое, нельзя сравнивать. Они тоже там великие. Но у нас... Поймите. Теперь проблема утешения. Проблема утешения. Естественно, человек, смотрите, в мир, он устроен так, что в мире вокруг плохо. Мир вокруг энтропии. Знаете, что такое энтропия? Говорили, да, вам? Что по сути энтропия это система накопления ошибок. И вот наше образование, оно сейчас энтропийно. Оно в вашем сознании создает кучу ошибок. Ну, что такое... Вот поясню, что такое энтропия. Смотрите, человек... Самое эффективное состояние человека с точки зрения энтропии это второй закон терминамики Ньютона. Но это не Ньютон сформировал, сформулировал энтропию, а вывел из второго закона терминамики Клазиус. Смотрите, самое эффективное состояние человека с точки зрения энтропии это в первые секунды выхода из матери. Почему? Потому что человек наиболее далеко находится от смерти. Вся последующая его жизнь это приближение к смерти. Смотрите, потому что он вышел из мамы, тут же попадает кислород в него, он начинает так... Ну, кислород и так, конечно, скрою поводу. Смотрите, попадают вирусы, бактерии. Ребеночек начинает уже заболевать, понятно, да? Поэтому колят тут прививочки ему. Самое эффективное состояние автомобиля, это в первые секунды выхода с конвера. Почему? Потому что как вы только начинаете его, как вы его включаете, начинают двигаться поршни в двигателе, появляются микротрещины, понятно, да? И это все увеличивается, и вся система двигается куда? К распаду, к хаосу, понятно? К хаосу движется все. И вот весь мир этот вокруг, это хаос и распад. Вот человек как творческая единица, автомобиль не творческая единица, не самоорганизующаяся, понимаете, нет? А вот мы самоорганизующиеся, теперь понимаете, что если на какой-то стадии вам вложить, вот если продлить вот эту энтрофию, вот эту вот, энтропию сознания, то вот здесь вы будете ее исполнять. То есть если вам в сознание вложить, допустим, люди жрите, я не буду такое слово говорить на Т, да, там, любите друг друга, да, и так далее. Вот ваши ценности, вот вы их и будете исполнять с великим творчеством, и появится Пусси Райт, и появится Гельман, и они будут... И они абсолютно естественно, абсолютно нормально, они четко понимают, что... Они полностью, абсолютно искренне отстаивают свои ценности, понимаете, нет? Потому что это и есть вот эта вот энтропия. А если это посмотреть, что делает Марат Гельман? Он распространяет разврат. Ну, понимаете, нет? Он распространяет разврат, если уж, если с точки зрения даже горячо любимого фрейма. Вы хотели вопрос уже? А зачем это все внедряет? И кому это надо? Спасибо за вопрос. Еще раз повторяю, смотрите, вот видите вот эту систему, она многократно сложнее. Мы можем, если хотите, отдельно встретиться, я могу отдельно это отследить. Смотрите, если... Может, я сейчас уйду, вы скажете, боже, какая-то ерунда тут была, что-то... Смотрите, а вот здесь другая система, вражеская, допустим, да? Ну, что мы там, будем называть так. Они противоборствуют. Как вы думаете, сколько формировалась система образования, вот становление системы образования в Великобритании? Сколько шло? Мне лет нужно. Я пока свисток промочу. Давайте так, от 200 до 300 лет. Смотрите, вот в Великобритании, да? В Великобритании система образования, вот смотрите, они начали вот с этого простого. И вот так вот, ух! И вот это вот ух у них шло 300 лет. И вот дошли до своих Кембриджей, Оксфордов, понятно, да? Хороший этот образ, куда наши олигархи сводят своих детей, да? Вот, ну и можно сказать, Европу. А теперь давайте рассмотрим нашу с вами цивилизацию. Россию. Кто бы что ни говорил, почитайте философские труды. Почитайте Гумилева. Признаки цивилизации. У нас цивилизация. И причем не европейская. Пора бы уже просто успокоиться. Значит, а теперь смотрите, вот это вот СССР. СССР. Смотрите, сколько понадобилось СССР для того, чтобы создать лучшую в мире систему образования. Почему? Потому что когда полетел первый спутник Земли, точнее Кагарин полетел когда, да? И когда Кеннеди собрал всех и сказал, почему СССР, у которого была война, у которого была разруха, у которого было это, 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 они нас обогнали. Почему? Ответьте мне. Ученые американские ответили, потому что у них такая система образования. Тогда Кеннеди сказал, создайте мне такие же школы, создайте мне такие же университеты, институты, которые ответственны за вот эти направления деятельности. Понимаете, нет? Они, мы выиграли их образования. А знаете, сколько СССР понадобилось, чтобы сделать вот это вот, ух, и причем вот этому вот здесь вот на верхней точке, вот это не ровня Оксфорда. Это еще выше, многократно. Сколько понадобилось? 30 лет. 30 лет. Перепроверьте. 30 лет. Вы хоть понимаете, вот как это возможно? 30 лет. Кому нужна такая цивилизация, вопрос. Если ей дать свободу, так она всех обгонит. И всех перегонит. Недавно Маргарет Тэтчер, ну как, сравнительно недавно, давала интервью, и она сказала, знаете, кто такая была Маргарет Тэтчер, да? Пример-министр Великобритании. В свое время сказала, что такая, будучи пример-министром Великобритании, она сказала, на такой территории, как СССР, нецелесообразно существование 15 миллионов человек. Испугалась, значит, переводчица, и перевела как 50. Ну как, она говорит, но 50, 15, она поправила. 15 миллионов. Между прочим, Горбачев протест не выразил против такого. Слышите? Целесообразно существование. Целесообразно. А теперь смотрите. И она сказала, что мы, вот западный мир, она, западный мир, СССР не боялся как военную державу. Он боялся не столько как военную державу, а сколько как экономическую. Она сказала дальше еще страшную вещь. Вот я, может быть, здесь экономисты есть. СССР, она сказала, выиграл соревнование экономическое у Запада. Мы выиграли экономическое соревнование. Вы понимаете, мы его выиграли. Только мы его не выиграли с точки зрения потребительства гамбургеров. Понимаете? Вот до чего это потребительство гамбургеров дошло, посмотрите в Америке. Там сейчас, почему вот сейчас основной удар в Обаму идет? Потому что реформа здравоохранения. У них нет столько денег, чтобы теперь всех лечить, вот эти животы и так далее, и так далее. Понимаете? Где вы столько денег найдете, чтобы это все лечить? Зажратое вот это все поколение. 30 лет. А знаете, чего больше всего испугался западный мир в этом смысле? Вот могу объяснить. И почему мгновенно был вот нанесен удар, просто информационный удар как раз по нашему образованию и так далее. Появились диссиденты и так далее. Вы знаете, конечно, таким ударом, ну, ведал такой аналитический, всю такую информационную мощь, аккумулировал в себе это спецслужбы. Что говорить, да? И вот сейчас вот отставные уже ветераны спецслужб, ЦРУ и так далее. Я сейчас не упомню, но, пожалуйста, я оставлю свой телефон или в следующий раз смотри, я могу имена конкретно сказать. Они книги, монографии издали, свои воспоминания, как они драли с СССР на информационном пространстве. И они, знаете что, то есть это ветераны ЦРУ пишут. И они написали, а там, собственно, как мы разрушили СССР? Да очень просто. Нам, мы просто буквально на зарплату взяли несколько десятков диссидентов. Которые что? Очень уважаемые люди стали говорить, нет, эти ценности, которые исповедуют в СССР, неправильные. Понимаете, нет? Западные ценности правильные. А как это неправильные? Если, извините, в СССР у нас было лучшее в мире образование, лучшее в мире наука. Понимаете? Мы спасли мир. Мы спасли Анголу. Мы спасли весь Арабский Восток от разрушения. Понимаете? СССР нет. Смотрите, что сейчас с Арабским Востоком творится. А там наши базы были, и туда никто не смеялся. И, между прочим, смотрите. Мы строили в Афганистане, построили в Афганистане, в Кабуле. Университет, все дороги, больницы. Понимаете? Нет, что мы несли в Афганистан? Мы несли что? Цивилизацию. А когда туда ринулась исламская революция, приготовленная, между прочим, нашими оппонентами, нам пришлось туда вести войска. Но, между прочим, все равно там продолжали строить заводы. Понимаете? Гидроэлектростанция, единственная, которая сейчас питает весь Кабул и весь Афганистан, построена советскими специалистами. Вы понимаете, что делал СССР? Он нес цивилизацию людям. Цивилизация. Вот эта высокая идея несения цивилизации. Вот это и есть, можно сказать, наша мессианская функция. Вот русская цивилизация. В русскую цивилизацию уходят и чеченцы, и дагестанцы. Почему? Потому что, понимаете, вот дагестанец, славянин, да, вот я, допустим, ну, можно сказать, русский. Но, извините, я финно-угр по национальности, я из республики Коми. А есть, раньше был римлянин. Кто в Риме, кто жил? В Римской империи. Греки, галлы были. Огромный количеств, правда? Но все назывались римляне. Русские, понимаете, нет? Это признак цивилизации. То есть, как бы человек, говоря, что он русский, он как бы относится к цивилизации. Понимаете? Вот в этом и есть мессианская задача. То есть, как бы, а у нас ее убрали. То есть, мы должны показать своей жизнью, как другим надо жить. Понимаете? И помочь им развиться, то есть, дать им цивилизацию. Вот это вот. Вот это высокая идея, высокое служение. А у нас это отобрали. Мы сейчас служим чему? Своему животу. Своим хотелкам. Ну, пожалуйста, вот и променяли. И как раз это было сделано вот с точки... Вот теперь смотрите, права и свободы, да? Вот каждый элемент, он должен согласованно работать с другим элементом. Согласны? Если вдруг этот элемент начинает делать что-то более ускоренно, чем все другие, это же ведь может погубить систему, правда? Смотрите, вот этот элемент воспринимает из кусочка вот здесь вот его сектора ответственности какую-то информацию. А теперь смотрите, он берет и сознательно, поскольку это самоорганизующаяся система, вот эта маленькая, да? Он берет и сознательно ее искажает, искажает, и передает вот этим элементам в искаженном виде информацию. Ну, поскольку этот элемент самоорганизующий, вот этот, они понимают, они перепроверили, что вот эта информация искажена. И по каким-то причинам он искажает эту информацию. Они понимают, что он лжет им. Что они должны сделать с точки зрения безопасности системы? А? Изолировать. Ну, кто-то хорошо хоть изолирует. Сначала они должны воздействовать на него. Понятно, да? То есть послать ему по дуплексному каналу импульсы воздействия. Если это не помогает, изолируйте его из системы. Если это не помогло, изолируйте его со всем. А теперь объясните мне, как может быть свобода слова. А теперь представьте, как можно разрушить систему. В систему внедряется информационный вирус. Это вам не компьютерная система. Компьютерная система намного примитивнее. Компьютерный вирус внедряется. И компьютерный вирус говорит следующее. Смотрите. Этот вирус под названием права и свобода человека. Компьютерный вирус внедрился и говорит, элемент. Да ты не просто элемент. Ты сам система. Ты сам выше других, что ты их слушаешь. И скажешь, да действительно, что это, а? И что произошло? А в 90-е годы это называется парад суверенитетов. Вот что это называется. И в этом смысле, переходя опять к Перельману. Видите, вот методология познания о чем. Смотрите. Простой вам конкретный пример. Вот Луна. Вот Земля. Какую вы ракету или какую ракетно-космическую систему вы должны построить, чтобы гарантированно долететь до Луны? Ну-ка скажите мне. Вот что, вы должны гарантированно долететь на Луну. Понимаете, гарантированно долететь. Не делать испытательных там полет, а гарантированно долететь. Всегда должны гарантированно долетать. Какую ракетно-космическую систему вы должны построить. Вот это принцип. Это что называется задачка на мышление. Ладно, чтобы время не тратить. Вы не должны строить ракету для полета на Луну. То есть ракетно-космическую систему. Вы должны построить ракету, которая полетит к Юпитеру. Соответственно, если вы будете замахивать, то есть она многократно мощнее, многократно что? Надежнее, да? То есть, соответственно, естественно, она долетит до Луны. То есть, в образовании и вообще во всех вот этих аспектах вы должны перед собой ставить не то, что я смогу, а многократно большие что? Задачи, которые даже вы не то, что не сможете, о которых даже страшно подумать. Понимаете? И решать их, решать, и двигаться. Соответственно, вы поэтапно будете решать более мелкие задачи. У нас, как образование, что из вас хотят сделать? Людей функций. Я вот спрашиваю, кем вы хотите, чтобы были ваши дети? Мы хотим, потому что мой ребенок стал врачом. Извините, врач это функция. Вы хотите выросли биороботы, вы это сделаете. Кем вы хотите, чтобы были ваши дети? Человеком. Человек это биологический вид. Кем вы хотите, понимаете? Нет. То есть, вообще, вот эти вопросы убрали. Я хочу быть нормальным мужем. Это социальная функция. В чем смысл жизни? В смысл жизни в семье, в детях, посадить дерево, построить дом. Но, извините, это не смысл жизни. Это ваша социальная функция. Вы этим, поскольку вас общество воспитало и так далее, вы должны ему, что называется, ответить, сатисфакция такая. Иначе оно вымрет. Это социальная функция. Так, извините, у вас это все забрали же. Видите, в чем информационная агрессия это? То есть, вам не дают, а или уже дают информацию прежде, которая содержит и раздражает какие-то центры. Понимаете? Ну, например, почему в кинотеатрах сейчас, смотрите, либо комедии показывают, либо ужасы. Комедии и ужасы. То есть, срединного, ну, триллер это тоже можно к ужасам отнести. Когда человек пугается. А почему? Потому что, смотрите, вот эта же область в головном мозге. Она же отвечает еще и за насыщение. И когда человек пугается, он хочет, чтобы что-то успокоилось. Успокоить себя, понимаете? Он хочет уже потом успокоить. И знаете, как он себя успокоит? Он выходит из кинотеатра, ой, там резали бензопилой. Там, особенно девушки, вот они, поскольку это семья, нежные, там, вот, котятки розовые, вот это вот все. Да? Вот это вот все там. Ну, это, опять же, отличие, знаете, мужской психики от женской. Мужчина пришел на новое рабочее место. Знаете, что он? Он сядет за стул, попрыгает на стуле, нормально, держится, выйдет, посмотрит в окно, так, в окно нормально, так, посмотрит, где туалет, смотрите, вот эту территорию. Женщина, она придет, она сядет, достанет влажные салфетки, вытрит стол, поставит портреты, развесит все, поставит урну, повесит домовят в розовых вот этих вот, понимаете? А мужчина, опять же, это исследователь. Вот. Соответственно, смотрите, вы выходите из кинотеатра, и дальше, вот этот испуг, вот этот испуг, или дикий хохот, вот этот сверхудовольствие, да, либо вы получили испуг, это инстинкт самосохранения, либо сверхудовольствие, вот этот хохот, вы должны что? Вы идете его и заедаете. Потому что испуг нужно здесь, потому что вы, когда едите, эта область отвечает за насыщение, вы тем самым что? Уменьшаете испуг? А если это хохот, вы продолжаете удовольствие. Понимаете? И на этом делают что? А в этом смысле вы превращаетесь в кого? В такую всепожирающую биомассу. Понимаете, нет? Всепожирающая биомасса, которая абсолютно думает таким вот, не дальше вытянутой руки, буквально, и думает, так какими категориями, посмотрите, что купить, что поесть и так далее, но не думает перспективами, как дальше, что дальше, куда двигается государство, почему нет национальной идеи? А потому что каждый элемент не думает на перспективу. Как же, подождите, подождите, как это, если... Раньше было все четко, коммунизм. И, кстати, идея эта высокая. Помощь, освобождение всех людей от предрассудков, буквально, можно сказать. Дальше, смотрите, проблема утешения. Проблема утешения. Вот как раз объяснение тому, выход из кинотеатра и так далее. Смотрите, утешение. Поскольку вокруг в мире энтропия буйствует, болезни нам, холодно, голодно, собаки злые, злые люди и так далее, машины быстро ездят, кровь везде, то человек хочет что? Успокаиваться. Почему волчица будет... Есть такая книга профессора Слезина, он в институте Бехтерева, называется... Точнее, у нее был доклад, по-моему, даже книга есть. Патриотизм у животных. Почему галка будет защищать свое гнездо? Почему волчица защищает свою нору? Потому что она, когда, прежде чем рыть эту нору, пробежала и все обнюхала, она знает вообще все, выкопала ее, и она четко уверена, что ничего не обвалится, и так далее. И когда она уставшая прибегает из леса, она в норе, у нее успокаивается метаболизм, у нее успокаивается нервная система, она может там отдохнуть, потому что она все здесь знает, понимаете? В случае опасности она знает, как убежать, понимаете, да? Поэтому она это будет защищать. Вот здесь, вот видите, какое примитивное утешение? Она в норе буквально утешается. Смотрите. Вот проблема погружения есть, и проблема утешения. Смотрите. Утешение, ну можно выразить вот так, вот кто-то утешается примитивно. Ну точнее вот так вот утешение, смотрите. Вот кто-то утешается, ну да, вот примитивно. Примитивно утешается, покушать, там девушка расстроилась, потом он меня бросил, ням-ням-ням-ням. А кто-то нет, кто-то идет, утешается, ему мало футбола, ему пивасик надо, еще там корзину чего-то, да, и так вот утешается. И вот его, у него на работе все плохо, у него там могут дети болеть, а он утешается футболом, он и забыл, что у него там дети, на работе плохо. Футбол же, футбол, вы что, с пивом? И вот видите, такое примитивное утешение, понимаете, примитивное утешение, понимаете? Но дальше утешение может быть очень высоким. А кто-то утешается не жрачкой, не потреблядством вот этим вот, а утешается чем? Чтением какой-то литературы, увлекается еще чем-то, кто-то купил себе телескоп, кто-то, ну телескоп не для этого покупает, понимаете? А для чего-то на звезды смотрит. Смотрит, понимаете, да? А самое высшее утешение, кто мне скажет, что? Самое высшее утешение, это вера, религия. Понимаете? Это самое высшее утешение. Теперь вы понимаете, почему с точки зрения экономики религии не должно существовать? Потому что, когда человек утешается в религии, он не утешается жрачкой. Почему уничтожают интеллектуальные фильмы, не показывают? Почему везде в обществе сейчас преобладает в основном вот это насыщение глобальное? И почему идет накат сейчас на ислам и на православие? Вот как раз вот такой на христианство. Да потому что, с точки зрения экономической глобализации, это два врага, которые человеку говорят, человек, ты будешь развиваться, которые четко человека оберегают от этого всепожирающего вот этого разложения. Понимаете? Соответственно, в современной концепции глобальной экономики написано, что первые враги, первые враги, это религии, и написано ислам и христианство, христианство в форме православия. Это первые, которые должны быть уничтожены с точки зрения, которые мешают прибыли. И вторые враги, это национальные культуры. Потому что еще национальная культура является чем? Препятствием, так ведь? Потому что, ну у нас не принято столько жрать вообще-то, да? Дальше. А есть проблема, вот это проблема утешения, а есть проблема погружения. И вот чем глубже будет погружение, тем выше утешение. Смотрите, что такое погружение. А погружение это как бы общий информационный фон, который создается. Смотрите. А погружение это вот. Вот чем глубже, тем выше, что называется. Смотрите. Вот это вот уровень. Вот это уровень телевизора. То есть погружение, понимаете, вот смотрите, для того, чтобы написать диплом или реферат, или, например, курсовую, нужно погрузиться в науку. Нужно плавать не на уровне учебника, а нужно куда погрузиться? На уровень чего? Монографий, конференций, на уровень там философских концепций. Понимаете, да? Все глубже и глубже. Смотрите. И вот кто-то плавает на уровне телевизора, кто-то на уровне интернета, кто-то на уровне глянцевых журналов, кто-то и... Понимаете, нет? А кто сейчас опускается вот сюда? Кто опускается? А никто не опускается. Практически единицы. Вы понимаете? И государство должно заставлять чем? Общим информационным фоном по телевизору, по интернету люди опускаетесь ниже с точки зрения познания, углубляетесь в науке. Тогда будет утешение выше. Но тогда будет и потребление ниже. Понимаете? Потребление будет ниже. И в этом смысле, когда полетел Гагарин, что испугало весь Запад? Могу очень быстро объяснить. Запад испугался не потому, что мы построили большую ракету, потому что они посчитали, что они от нас отстают на 3-5 лет. Они вгрохали большое количество денег, в конце концов догнали и даже перегнали нас на каких-то этапах. А знаете, чего они испугались? А потому что на Западе вдруг появились статьи, что Гагарин это непростой человек. Гагарин, он из княжеского рода. Это человек со сверхспособностями. А почему? А потому что, когда был Третий Рейх, фашистская Германия, там, допустим, были рекорды скорости. Кто-то рекорд скорости на воде, кто-то рекорд скорости, кто-то на гору высоко поднялся. И там писали, барон фон там, Штойнман продемонстрировал выдающиеся способности и преодолел скорость такую-то. То есть, это простой человек читал? Да, это же элита. Это же элитарный человек. Он же готовился к этому, правда? Его же выращивали. Это элитарные школы. И как бы простой человек отделял себя от элиты. Понимаете, да? И поэтому было правительством решено, что Гагарин должен проехать по всей, ну, видите, да? Потому что он в турне поехал целый, да? И когда в Америке поняли, что это простой мальчик, это из крестьянской семьи, что это не из элиты человек, вы понимаете, нет? И что СССР, в СССР разработана методология выращивания из простого человека, буквально сверхчеловека, то есть индивида со сверхчеловеческими способностями, то вот что их испугало, что СССР, вот это тоже, раньше эта методология только была у элиты, понимаете, нет? И то, что они поняли, что выходят, это значит, что они из простого человека не только могут космонавта делать, но и выдающиеся ученые, выдающиеся тэнт, этого, этого. Поэтому вот уже с тех годов распад СССР, если вы хотите, он начался с 60-х годов. Почему? Потому что вот когда начались вот эти обоюдные встречи, совместные конференции и так далее, там уже вот это было воздействие и бросили весь, все-все-все бросили. Я не хочу все это сводить опять, что Америка виновата. Были и у нас недостатки, конечно, но с ними можно было справиться. Все бросили для того, чтобы вот эту систему... Еще раз повторяю, как можно выносить цивилизацию на нашей планетке, которая за 30 лет сделала рывок, который все делали за 300 лет? Поэтому, поэтому, понимаете, можно было, конечно, вас всех отравить или бомбы сюда набросать. Но вы бы тут гнили и появились бы тут бактерии, вирусы, птицы бы их разнесли, была бы всеобщая пандемия, понимаете? Нет, просто, понимаете, разработано, можно сказать, лет на 200. Жрите, пейте, умирайте быстрее, понимаете, да? Прыщу на вас и деньги сделать. Понимаете? Вот такие вот моменты. Я думаю, как уже, сколько мы с вами? Много, да? Ну, я могу еще больше тут, как бы, говорить. Ну, вот как-то так вот. Если хотите, можете, вопросы. А вы еще ведете лекции где-нибудь? Ну, вот я читаю лекции и веду в институте. Основное мое место работы это институт Академии Генеральной прокуратуры. Ну, на свободного кода нет? Не, ну, я там прикладные занятия веду. Это расследование преступления. Можно ли вам рассказать, что нам еще придется? Когда закажете. А сколько стоит? А сколько стоит? Вот это все бесплатно, что называется. Мне задержало обидно. Вот. Нисколько не стоит. Потому что эти вещи, это как раз называется вот методология опознания. В следующий раз, например, можно встретиться отдельно, рассмотреть музыку. Вот как музыка влияет на человека. Понимаете? Или рассмотреть, допустим, вот все, что касается взаимодействия систем. Понимаете? Это как раз очень важно. Почему? Как происходят процессы перехода информации в системе. Что такое информационная война. Воздействие одной среды на другую. И так далее. Может через неделю? Может, да. Смотрите. или в этом же месте? Как поиск не говорится? Ну вот. Вот. Как-то так. Если есть вопросы, я готов ответить. Видите, это такая часть, которая у нас предлагала рекламу дает. в связи с этим, вот это вот называется, вот это называется. дадите еще минут 10 максимум. Что украли у человека? Вот эта вот методология, это иначе называется технология личностного роста. Ее сейчас убрали. Сейчас технология личностного роста не вертикальная, а технология личностного роста горизонтальная. то есть вам уже кто-то сделал блага, блага в виде машины, секс и так далее. И вы просто идете, и вот это все поглощает. Только ваша личность не развивается, развивается ваше брюхо, и вы становитесь не сильным духом, а сильным брюхом. Понимаете? И вот так вот это идет, это горизонтальная технология личностного роста. А вот вертикальную от вас просто забрали. А этим раньше занималось государство. Между прочим, в Японии и в США детские садики строят уже, и давно построили, по образцу советских. И школы, кстати, там многие привели, ну такие, тоже по образцу советских строят. Вы что? Более того, если говорить о технологиях личностного роста, технологиях личностного роста, то, соответственно, а, соответственно, получается вот, вот все то, что я вам сказал, что это формирует. Смотрите, вот человек, потому что есть личные технологии, личностного роста, когда вы самостоятельно, то есть, вот в чем смысл образования? Вот почему я так вот это все говорю? Даже эмоциональный и так далее. Я могу, конечно, очень сухо все это рассказывать. Но, смотрите, я хочу вот сейчас вот вам дать вот эту систему знаний, для того, чтобы вы были автономны. Понимаете? Автономны. сами могли решать, вот это вот плохо, а вот это вот хорошо. А почему хорошо? Потому что, с точки зрения, видите, как объективно? Потому что это хорошо, потому что выживет система, выживу я, выживут мои дети. Смотрите. Вот все то, что я вам объяснил, вот вся современная, вот эта действительность, смотрите, вот есть вокруг вокруг реальная реальность вот это реальная реальность, или объективная реальность назовем ее так, тавтологически, реальная реальность но человек, человек для себя создал искусственную реальность можно назвать ее техносфера, но вокруг себя человек создает, вот это искусственная реальность номер один искусственную реальность номер два, которая может не совпадать вот даже с этой реальностью В сознании у человека Искусственная реальность номер три Потому что нет Вот он вокруг себя, допустим, примитивно в комнате Может создать искусственную реальность И она может не совпадать с искусственной техносферой Она даже может противоречить ей А в голове у нее еще что-то Но здесь, смотрите, есть другой человек У которого то же самое И могут вот эти реальности Пересекаться, искусственные реальности Пересекаться И образовывать искусственную реальность Ну там, я не знаю Помноженную уже на 2 И соответственно искусственная реальность Н в какой-то степени А теперь представьте Вот эта совокупность искусственных реальностей А для человека реальной реальностью Является вот это Понимаете? Вот это для него реальная реальность А не это Если примитивно выражаясь Вы не сможете выжить в джунглях Потому что у вас нет знаний соответствующих Но извините, есть реальная реальность Гуманитарная, это философские концепции Куда двигаться, вы же не задумываетесь О смысле жизни вообще Это же основной вопрос, это как раз и есть рефлексия Потому что основная система Основное свойство системы и человека Это рефлексия, знаете что это такое? Рефлексия это как бы самооценка себя Вот я совершил такую ошибку Мне надо исправиться, почему? Потому что если вот с этим человеком Значит система не вышла, понимаете? Вот что такое рефлексия В этом смысле кошки Они не обладают рефлексией Понимаете? Вот в таком высшем смысле Почему? Потому что у них, говорят, даже нет причинно-следственной связи Ну вот знаете, вот когда есть книжки по воспитанию кошек И вот если кошка нагадила Если вы придете к ней наказывать ее Через полчаса У нее уже не будет причинно-следственной связи Что ж она нагадила? И она это воспримет совершенно, понимаете? Ну, биологи и зоологи могут сказать обратное Ну вот в общем, что пишут А теперь смотрите Самое страшное Что вот это вот искусственные реальности Начинают создавать антиреальность По отношению к реальной реальности И даже антиреальность Два По отношению к искусственной реальности, которую создал человек И вот в этом все Вот это все варится Надо сейчас что? Вот используя все-все-все-все вот это вот Я вам такие наметки сказал Дальше вы можете все это развивать сами уже Самостоятельно Надо делать прорыв вот сюда Понимаете? Иначе, иначе Это называется так Вот Вы же у вас экономику преподают, да? Менеджментом, управлением Смотрите, как интересно получается Вот Вот стоит лидер корпорации Генеральный директор Это может быть президент Генеральный президент страны и так далее Вот Он вокруг экономическая ситуация Как вы думаете Он ее адекватно воспринимает? А как он ее воспринимает? Должны же быть каналы передачи информации Чтобы ее актуально воспринимать А теперь смотрите Но он же ее не напрямую воспринимает У него есть советники Допустим, 4 советники И эти советники начинают ему что-то говорить То есть через себя, как фильтр пропускают И что-то ему говорят Это называется эффект Интеллектуальной коробочки Смотрите И вот здесь вот И вот здесь вот Они создают такую информационную стену И внутри формируется Искусственная реальность Эффект интеллектуальной коробочки Вот так вот всю науку Целое государство можно держать Целое общество можно держать С точки зрения Вот понимаете Телевидение почему-то приглашает людей Которые в основном исповедуют атеизм Но извините Вы же четко осознаете Что такое энтропия Осознаете? Это реальный физический факт Это что? А что нам говорит энтропия? Что? Вселенная Произошла из большого взрыва Да? Вот была точка Взрыв И Вселенная идет Значит Вселенная возрастает С точки зрения Второго закона Термининга Ньютона Она идет Все более возрастающему хаосу И когда-то Вселенная Погибнет Вся Звезды все сгорят Понимаете? К более хаосу Но если Смотрите Если вот мы найдем Ржавый автомобиль На свалке Распавшийся уже Да? Буквально там В песок Мы же можем сказать Что когда-то Вот это все Было очень собрано И функционировало Понимаете? То есть обратный процесс Прости А теперь смотрите Оказывается Если мы вот здесь возьмем Гибель Вселенной Вот здесь вот Хаос То это если обратный Вести Значит Вселенная Родилась Из какой-то Сверхорганизованности Это же официальная физика Почему вам никто не говорит Что это все Родилось из сверхорганизованности Что это не родилось Из хаоса А с точки зрения Энтропии Второго закона Термининга Ньютона Все это родилось Из сверхорганизованности А нам говорят Ну это Это сингулярность Когда было все в точке В единой Да И потом был большой Никто не знает Что там было Это было что-то Сверхорганизованное Это сверхорганизованное Это более организованное Чем человек В таком случае Правда? Это более организованное Чем Вселенная Это более организованное Даже чем мозг И сложнее намного Вот это Вот это вот Видите Мы начинаем подходить К чему? К осознанию Творца Творец Математически Не познается И когда Выходят Нобелевские Вот сейчас вот В интернете Вот вам кто Создает вот эту Искусственную реальность В интернете Есть такой ролик Нобелевские Урриаты о Боге И говорят Нет Мои исследования Не показают Что Бог есть Хорошо Если это математик Давайте попросим А как вы Математически Как вы формализовали Бога? Ну понимаете Чтобы описать И доказать Несуществование Бога Нужно математически Его формализовать То есть формульно С числовым Вариант Понимаете? Нет? Он как-то это сделал? Нет Чего ты тогда говоришь? Бог познается Только гуманитарными Методами исследования Понимаете? Или гуманитарные Это не науки А есть оказывается Что у нас? У нас есть религии Понимаете? Есть национальная Форма религии Для Ну можно сказать Для славян Это вот Можно сказать Это православие Есть для Востока Это ислам Пожалуйста Нужно ли в школе Теперь изучать религии? Нужно? Если это все объективно Действительно Если все-таки Теория Дарвина Это все лишь одна из теорий Которая ничего не подтверждает Правда? Между прочим Знаете, что Дарвин В теории эволюции писал? Он Бога-то не отрицал Вы просто теории Дарвина Не знаете Он знаете, что написал? Он написал Творец Бог Создал Пять проформ Ну пять форм Пять форм жизни Создал Или шесть То же самое в растениях И так далее Вот эти Вот эти формы создал И дальше они развивались Вот у них была эволюция И задача ученого заключается в том Чтобы найти вот эти пять Шесть Ну шесть или пять Вот спуститься к ним И понять вот эти первые формы Понимаете? А нам что сказали? Вы понимаете? Нет? Это я вот буквально цитирую Вот посмотрите Естественно отбор Эволюция И так далее И вот мы находимся вот здесь А если вам опять задача Посмотрите, понимаете Отсюда 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 правильность принятия решений У вас есть теория принятия решений? Вот это вот Отсюда Отсюда правильность принятия решений Интеллектуальная коробочка Ну вот Искусственная реальность Антиреальность Как-то так вот Ну на этом все Спасибо, что слушали Слышал печалька, да? Да